Широкие брови и Жаклин Сьюзен Пока я пребывал в Принстоне, произошло давно ожидаемое событие. Умер Брежнев. Мне позвонили из Парижа из русской мысли и спросили, что бы я сказал по этому поводу. Я ответил, что некролог, готовый на эту тему, уже существует. Его написал Гоголь и повторил совет, данный когда-то Питеру Осносу найти в мертвых душах то место, где Чичиков, покидая город Н, видит похоронную процессию. Хоронит прокурора. Чичиков, откинув кожаные знавески, смотрит и думает, что вот жил прокурор и умер. И, пожалуй, напишут про него, что он был верным сыном Отечества, был почитаем вдовами и сиротами. А ведь, если подумать хорошенько, то всех достоинств у него было только что широкие брови. В русской мысли обрадовались, и слова про брови дали в газете шапкой. Брежнев умер. И, как водится, сразу стало несладко его родственникам, выдвиженцам и прихлебателям. Всем, кто крутился возле дочери Брежнева, Галины. Мужа ее, заместителя министра внутренних дел Чурбанова, посадили. Ее любовник-цыган повесился в тюремной камере. Свояк Брежнева, министра внутренних дел Щелоков и его жена застрелились. Через год после смерти Брежнева я был на франкфуртской книжной ярмарке. Посетил советскую секцию, которая оказалась более убогой, чем могла быть. Была на ней пара книг Андропова. Несколько человек представляли эту экспозицию. Я спросил их, товарищи, а вот был такой писатель, лауреат Ленинской премии, Брежнев. Почему здесь нет его книг? Пока я произносил эту фразу, все разбежались. Еще до воцарения Андропова западные газеты наперебой создавали его положительный образ, как интеллигентного человека, либерала, политика, готового к серьезным реформам. Американские газеты особо подчеркивали, что он в подлиннике читает американскую писательницу Жаклин Сьюзен. А по их представлениям, если уж человек говорит как-то по-английски, а тем более читает в подлиннике американскую литературу, то он непременно должен быть интеллигентом и либералом. Взойдя на престол, что сделал Андропов? Нагнал страху на брежневское окружение. Расстрелял директора Елисеевского магазина Соколова. Стал укреплять дисциплину, вылавливая людей в банях и кинотеатрах. При нем был сбит корейский самолет с 269 пассажирами на борту. Ясно было, что с его приходом ничего хорошего не случится. Но надежда на перемены оставалась и возросла, когда я увидел, что Андропов сам уже передвигаться не может, а ходит поддерживаемые под руки дюжами-молодцами. Советские вожди вели себя так безвкусно, что собственные смерти превратили в комедию. Только к власти пришел неподкупный и строгий начальник, а его уже ведут, и чуть ли не прямо к смертному одру. Немощному Черненко высшая власть тоже досталась как предсмертный подарок. Уже почти не стоявший на ногах, он промычал перед писателями что-то бесцветное и бессмысленное о новых достижениях советской власти. Главный редактор литературной газеты Александр Чаковский откликнулся по нигирикам, в котором, не стесняясь ни публики, ни себя самого, восторженно заявил, что, когда он слушал дорогого Константина Устиновича, ему казалось, что это сам Ленин держит речь перед аудиторией. Умирали брежневские соратники, Суслов, Устинов. Советское телевидение одно за другой показывало траурные церемонии. Советское общество воспринимало это без печали, а наоборот, как повод для анекдота. Человек пришел на очередные похороны не по разовому билету, а по абонементу. Держателям абонемента не пришлось долго ждать. Черненко умер, не прожив на вершине власти и года. В марте 1985 года на трибуну Мавзолеев зашел новый лидер — Михаил Сергеевич Горбачев. Свобода ищет авторов подешевле Приехав в Германию, я отказался от штатной работы на свободе, но соглашался на отдельное интервью. Потом сотрудник радиостанции Александр Перуанский, в эфире Александр Воронин, предложил мне что-нибудь для них написать. Я подумал и согласился, желая продолжить общение с советской аудиторией. Никакого опыта в публицистике у меня не было, и первую свою статью «Антисоветская, советская пропаганда» я писал два или три месяца. Потом дело пошло быстрее. Я читал свои статьи, пародийному скрипты, на радио по субботам по десять минут, но тратил на написание этих текстов всю неделю. Передача называлась «Писатели у микрофона». Поскольку по субботам выступал только я, то Перуанский предлагал мне назвать передачу «Сегодня с вами Владимир Войнович». Мне показалось, что это будет нескромно, и название осталось прежнее. Три года. С 1983 по 1986 с небольшими перерывами я читал свои скрипты в эфире. В это время было трое наиболее популярных авторов «Свободы» — Некрасов, Довлатов и я. Потом к нам присоединились Аксенов и Владимов. Мне говорили, что у меня самый высокий рейтинг. И я думаю, что я его заслужил тем, что прежде чем оказаться у микрофона, каждый скрипт переписывал по нескольку раз и тратил на него уйму времени. Кроме того, я выработал для себя, как мне казалось, четкую концепцию своих передач. Я рассказывал советским слушателям о том, что такое советская жизнь, в чем ее своеобразие и ненормальность. Советские люди отличались от жителей других стран тем, что сами не понимали, где и как живут. Начальство «Свободы» относилось к авторам очень высокомерно, считая, что радиостанция их кормит. На самом деле меня она не только не кормила, а даже мешала зарабатывать деньги. За любые свои публикации в западных газетах, а мне некоторые из них предлагали постоянное сотрудничество, я получал гораздо больше. На радио мне платили по высшей ставке 40 марок в минуту, то есть 400 марок за выступление. В месяц выходило 1600-2000 марок, деньги, на которые жить было нельзя. Штатные работники радио, делая то же самое, получали гораздо больше. Кроме того, они получали отпускные, больничные, пособия на детей и имели полностью оплаченные квартиры. Само собой, у них шел стаж, за который потом начислялась приличная пенсия. А у внештатников не было даже и этого. Поскольку штатные были работниками американской радиостанции, то получали американское гражданство, а с ним и право на ежегодную оплаченную поездку на родину, хоум, лайф, то есть США, где многие из них никогда не жили. Считалось, что такие поездки помогают липовым американцам пережить ностальгию. Мой редактор Саша Перуанский, один из самых высокооплачиваемых редакторов, 16 тысяч марок в месяц, вырос в Иране, потом жил в Германии, потом получил американский паспорт и тоже ездил лечить ностальгию в Америку, где он никогда не жил. Работа у Саши была, как говорится, непыльная. По субботам мы приходили вместе в студию, перуанские делал выступление. У микрофона Александр Воронин, сейчас перед вами выступит писатель Владимир Войнович. «Пожалуйста, Владимир Николаевич». Я читал. В середине передачи пауза. Редактор включает свой микрофон. Напоминаю, что у микрофона выступает писатель Владимир Войнович. «Продолжайте, пожалуйста, Владимир Николаевич». И все. После передачи мы вместе шли в контину, столовую, пить пиво. Начальство на радиостанции время от времени менялось. В 1986 году новым главным редактором стал некий Константин Гальский. Пришел, осмотрелся, решил навести экономию. Спросил, почему некоторым авторам платят так много. Ему объяснили, что Войнович, Некрасов, Владимов — это особо ценные авторы. «А нам особо ценные не нужны», — сказал Гальский. «Найдите авторов подешевле». И тут же урезал гонорар Владимову вдвое. Говорили, что в это же время радиостанции много денег было потрачено на смену мебели, унитазов и дверных ручек. Я еще до прихода нового главреда дописывал Москву 2042-й и от сочинения скриптов сам временно отстранился, поэтому меня обидеть Гальскому не удалось. Когда Перуанский попросил меня вернуться к сотрудничеству, я ответил, «Гальский ищет авторов подешевле». Я к ним не отношусь. В этот раз я ни на какие призывы не откликался до тех самых пор, пока Гальский не отступил и не прислал мне следующее письмо. Директор Русской службы радио «Свобода» Константин Гальской. 10 июня 1986 года. Уважаемый Владимир Николаевич, недавно администрация РСЕ удалось получить специальный фонд для оплаты внештатных работ, наиболее важных для нашего радиовещания авторов, сотрудничества с которыми мы были вынуждены прервать из-за острейшего финансового кризиса. Мы были бы глубоко признательны вам, если бы вы нашли возможность возобновить ваши беседы, которые, судя по многочисленным опросам радиослушателей, пользуются огромной популярностью. С уважением. Искренне ваш К. В. Гальской. Виктор Шалопутин Грегори Мои передачи, правда, пользовались очевидной популярностью, что подтверждалось существовавшей в Париже службой, которая каким-то образом определяла рейтинг тех или иных передач. Потом, уже вернувшись в Москву, я встречал людей, которые рассказывали мне, что по субботам специально выезжали за город, туда, где не мешали заглушки, и слушали мои передачи. Заместителем Гальского был Виктор Грегори, добродушный, бородатый человек крупного сложения, сильно пьющий. У него в кабинете всегда была бутылка 0,75 виски. Когда я к нему заходил, он меня угощал из этой бутылки, но обычно всю бутылку опустошал сам. Потом шел домой и пил с женой Джоанной, тоже любившей это дело. На самом деле Виктор был не Виктором и не Грегори, а Вадимом Шалопутиным, сыном одного из актеров театра советской армии. В Москве окончил с хорошими оценками институт иностранных языков, был призван в армию, в ГРУ, главное разведывательное управление, был послан в Австрию в качестве переводчика и там сбежал к американцам. Первые вопросы, которые были ему заданы американцами. У нас с Советским Союзом есть соглашение о взаимной выдаче дезертиров. Вы не боитесь, что вы будете выданы? Шалопутин сказал, не боюсь, потому что я не дезертир, а политический перебежчик. После этого им занялось ЦРУ и конкретно Джордж Бейли, офицер отдела, занимавшегося русскими перебежчиками. Потом этот Бейли женился на дочке одного из крупных немецких издателей и стал делать журналистскую карьеру. В 1981 году брал у меня интервью для какого-то журнала, а в 1987 году стал директором «Радио Свобода». Как-то радио принимало известную американскую политическую деятельницу Джин Кирк Патрик. После этого был обед в ресторане, куда был приглашен и я. Я оказался за столом рядом с Виктором Грегори, разговарившись с которым спросил, почему какие-то люди на свободе могут, по своему усмотрению, уменьшать гонорары авторам, и нельзя ли мне заключить с радиостанцией контракт, защищающий меня от произвольных решений? Грегори сказал мне, что такой контракт со мной никто не заключит. «Почему?» — спросил я. «Потому что, проработав какое-то время по контракту, ты сможешь претендовать на постоянное место на радио». Этот ответ меня удивил. Я был уверен, что «Радио Свобода», половина сотрудников которой были полуграмотные люди, бывшие и, как вскоре выяснилось, небывшие сотрудники КГБ и ЦРУ, с радостью взяла бы меня, как-никак довольно известного писателя, на штатную работу. А они, оказывается, боятся, что я на эту работу буду претендовать. Разозлившись, я написал письмо, которое к моей маленькой радости сохранилось. «Дорогой Виктор, когда ты и Гальской просили меня, а не я вас просил, вернуться к постоянному сотрудничеству с «Радио Свобода», я вам пытался кое-что объяснить, но вы, кажется, не поняли, поэтому объясняю еще раз. Первое. Я во всех отношениях независимый писатель. И если и сотрудничал с «Радио Свобода», то в первую очередь не из меркантильных соображений. Надо ли объяснять? Из каких? Я не подрабатывал у вас по бедности, а, напротив, жертвовал своим временем, которое мои издатели оплачивают лучше. Второе. Я мог бы согласиться на постоянное сотрудничество только при возможности выражать совершенно свободно свою собственную точку зрения. При этом оплата должна быть по самой высшей из принятых у вас ставок с предоставлением мне максимальных льгот, которые предусмотрены для ваших внештатных сотрудников. Эти условия должны быть четко перечислены в договоре с соблюдением всех юридических норм и гарантий. Без договора. Я с вами уже работал и знаю, чем это кончается, когда у вас возникают идеи перекраски полов или ремонта крыши. Только такое отношение могло бы склонить меня к постоянному сотрудничеству с «Радио Свобода». Вы же сначала уговариваете, а потом, и уже не в первый раз, оборачиваете дело так, как будто я перед вами стою с протянутой рукой, в которую вы даже готовы что-нибудь положить, но опасаетесь при этом, как бы не оказать мне чересчур много чести и не положить лишнего. По-моему, из изложенного «выше» достаточно ясно, что от постоянного сотрудничества с «Радио Свобода» я отказываюсь. Я не отказываюсь выступать по радио от времени, но никаких обязательств на себя не беру. С приветом, Владимир Войнович. 19 февраля 1987-го. Джордж Бейли. Письмо директору «Свободы», уже упоминавшемуся мной Джорджу Бейли, у меня, к сожалению, не сохранилось, а с ним у меня тоже было столкновение. Однажды мне позвонил из Парижа Максимов и спросил, не хочу ли я поступить в штат «Свободы», возглавить отдел культуры. Я немного удивился, почему именно Максимов обращается ко мне с таким предложением. какое отношение он имеет к радиостанции. Через несколько дней мне позвонил, а затем явился ко мне домой Бейли, который просил его называть Георгий Георгиевич, и предложил то же самое. Я попросил время подумать. К тому времени мое материальное положение заметно ухудшилось, в какой-то степени из-за работы для свободы. Я писал скрипты, а времени для работы над тем, за что мне бы заплатили гораздо больше, у меня не оставалось, и вообще надоело пробавляться случайными заработками. Соблазняло то, что буду регулярно получать большую зарплату. Я почти согласился, когда понял, что меня берут на работу не потому, что я им кажусь таким ценным работником, а потому, что хотят убрать перуанского. Бейли пригласил меня в ресторан для окончательного разговора. Я сказал, что взять должность согласен, но перуанского выгонять не буду. Кроме того, у меня была идея создать новый литературно-политический журнал и печатать тексты, проходящие через радио. Идея пустая. Скорее всего, у меня на осуществление ее не хватило бы энтузиазма. Как я вскоре понял, слух об этой идее дошел до Максимова. Он испугался возможной конкуренции, о чем я не подумал. У него был по этому поводу какой-то разговор с Бейли, который почему-то его боялся. Впрочем, Максима вы боялись непонятно почему, кажется, все. Его непонятно, на чем державшееся влияние в эмиграции было так сильно, что он мог сказать неугодному ему человеку, «Ты у меня на аптеку не заработаешь». И тот, кому это было обращено, действительно мог опасаться, что не сможет обеспечить себя лекарствами. Так вот, опасавшийся Максимова Бейли на мое предложение делать при радиостанции журнал отозвался так. «Все русские, кого я знаю, хотят делать журналы. Один Максимов не хочет делать журнал». Подумал. Понял, что сказал глупость. Добавил. «Потому что журнал у него уже есть». «Все-таки наш разговор закончился тем, что Бейли обещал мне назвать точную дату, когда я смогу приступить к работе. На том мы и разошлись. Но я, подумав, решил, что, пожалуй, я все-таки не хочу занимать никакой штатной должности, да и журнал делать тоже. Это, может быть, не по мне. И вообще, останусь в положении, которым дорожил, в положении независимого писателя». Бейли, естественно, этого не понял, но тоже решил вопрос отрицательно, поскольку очень боялся Максимова. И стал бегать от меня. А при случайных встречах бормотать, что он очень куда-то спешит. Но он все помнит, и он на днях обязательно мне позвонит. Бейли, я тоже написал язвительное письмо, заметив, что он бегает от меня, как жених, обещавший жениться и передумавший. Я объяснил ему, что я тоже передумал, штатной работы на радио не ищу, и он может не беспокоиться. Новые авторы подешевле. Пока я конфликтовал с начальством радиостанции и писал роман, Перуанский регулярно одолевал меня, умоляя вернуться к работе. Я отказывался. Позвонил Бейли. Я сказал и ему «нет». Следующим звонившим был Юджин Пелл, президент обеих станций «Свобода» и «Свободная Европа». Просил прийти. Я пришел. Он сначала рассыпался в комплиментах. Какой я хороший, какая находка для свободы. Потом спросил, есть ли у меня претензии к радио «Свобода». Я сказал «Есть». Они говорят, что со мной контракт заключать нельзя, и именно поэтому я без контракта работать не буду. Он сказал «Оф-корс». «Разумеется». Я сказал, что мой гонорар никто не имеет права снижать. Он сказал «Шоэ, конечно». Со мной заключили контракт. Мне стали платить тоже, но с прибавлением 14% НДС. Налога на добавленную стоимость. И я скоро понял, что просто сильно и глупо продешевил. Даже возросший заработок с прибавлением НДС меня устроить не может. На него просто не проживешь. Чтобы заработать больше, я попробовал делать передачи вдвое длиннее и увидел, что растягиваю текст, делаю его слишком жидким. А писать халтуру я органически не мог. Моя рука мне не позволяла. И сознание говорило, что если буду халтурить, то те люди, которые меня слушали и выезжали из Москвы, чтобы услышать, не станут зря расходовать бензин или тратиться на электрички. Я попробовал готовить прежние десяти минутки, оптимальный для меня размер, не тратя на них слишком много сил, писать не тексты, а краткие конспекты. Некоторые так и делали. И это у них получалось, а у меня нет. Выходило, что хоть я, по их понятиям, считаюсь высокооплачиваемым, но если подсчитать, сколько у меня уходит времени на написание одного скрипта, то я вполне сравняюсь с тем, кому платят по минимуму. Я решил вообще перестать регулярно писать скрипты, но оставил себе возможность для выступлений другого рода. Например, продал им свою пьесу «Фиктивный брак». Написал несколько сказок, аллегорически изображавших историю СССР. Прочел целиком Москву 2042. И это была для меня самая интересная работа на радио. Другие радиостанции, BBC и немецкая волна, передали роман только в отрывках. Голос Америки, опасаясь Солженицынского гнева, от чтения книги вообще отказался. Зато по свободе весь роман целиком в моем чтении передавался четыре раза. Я был этим очень доволен. Это было в 1987 году, когда в Москве уже шла перестройка. Генсек умер. Да здравствует генсек! Поначалу Михаил Сергеевич вел себя, как все предшественники. Произнес с трибуны мавзолея обычную словесную жвачку. Но была одна фраза, на которую я обратил внимание. Он пообещал, что будет бороться с пустословием. Его предшественники боролись со всем. Но пустословие было тем, чем они больше всего занимались. Обещание бороться с пустословием само могло быть пустословием. Однако почти с первых дней на посту генсека пошли о Горбачеве необычные слухи. Провел пленум, после чего сказал участникам, что никому на местах он никаких приветов не передает. Стал говорить о перестройке и гласности. Из политбюро стали изгоняться наиболее реакционные его члены ленинградец Романов, московский правитель Гришин. В союзе писателей началась своя чистка. В коридорах свободы стали появляться пришельцы из Советского Союза, прежде невыездные. Сначала отдельные храбрецы, готовые рискнуть чем-то за сотню марок. За ними другие, решившие, что и риска нет, а сто марок — это сто марок. Дошло до того, что вырвавшиеся за границу, они уже толпами валили на свободу. Начальство на радиостанции стало приспосабливаться к новым условиям. Стали поговаривать, что здешние мигранты оторвались от советской жизни, питаются прошлыми впечатлениями. Редакторам было сказано, ищите новых авторов. А чего их искать, если вот они толпами штурмуют ворота? Ну и пошли в эфир новые авторы, подешевле, рядом с которыми мне стало просто стыдно звучать. И я опять тихо отошел в сторону. Друг мой, Жора. Меня иногда спрашивают, зачем вы это рассказываете? Этот вопрос ставит меня в тупик. Я не знаю, зачем я это рассказываю или зачем вообще что-то рассказываю. Может быть, просто потому, что хочется рассказать это себе самому, чтобы, если кому-то будет когда-нибудь интересно, он знал обо мне все с моих слов, а не с чужих, часто толкующих мою жизнь, слова и поступки превратно. У меня, как у всякого человека, было много друзей. Детские, те, с кем я учился и работал, с кем служил в армии. С этими всеми разлучила судьба. Жили, учились, служили, работали вместе, разъехались, служба осталась в прошлом. Но с друзьями московскими бок о бок прошла целая жизнь, а дружбы в основном почти все развалились. С Камилом Икрамовым, Феликсом Световым, Володей Корниловым. С Георгием Владимовым, для меня Жорой, я познакомился в 1961 году, когда в Новом мире были опубликованы сначала моя повесть «Мы здесь живем», потом его «Большая руда». «Мы быстро подружились и дружили тесно, пока он не женился на Наташе Кузнецовой, больной женщине и интриганке. Она рассорила Владимова со многими его приятелями, в конце концов, и со мной. Мы перестали общаться. Тем временем происходили события, так или иначе, сближавшие наши судьбы. Меня исключили из СП, но до этого и над ним тоже нависли тучи. Например, за его письмо к какому-то писательскому съезду с поддержкой Солженицына. Письмо, надо сказать, было резкое. В нем была острая фраза-вопрос «Кто мы, нация стукачей или великая нация?» Тогда это письмо сошло ему с рук. Его интервью литературной газете было знаком, что у него все в порядке. Вопросы задавал бывший либерал, а уже в то время беззастенчивый союз-писательский функционер Феликс Кузнецов. Владимир говорил о своих литературных планах и взглядах на литературу, на то, что он правильный. Советский писатель намекнул, сказав, что к его любимым книгам относится роман «Как закалялась сталь». Но это вряд ли было правдой. Его простили и даже напечатали три минуты молчания, но успокоиться он не мог. До меня дошло его высказывание. Вот если Войновича посадят, тогда и я выступлю. Он выжидал, меня не сажали. Наконец, он не выдержал. Его не пустили, кажется, в Швецию. Он это использовал как повод и написал открытое письмо, в котором были слова «Серые начинают и выигрывают. Несите бремя серых». Отослал в секретариат СП свой членский билет. Тут же погрузился в активное диссидентство. Стал вместо изгнанного из страны Валентина Турчина председателем московского отделения Amnesty International. Подружился с Сахаровым. Активно, намного активнее меня, участвовал в разных диссидентских акциях. Вскоре КГБ за него взялся. Перед моим отъездом был у него первый обыск и, кажется, тогда же первый инфаркт. Я посетил его перед отъездом. Обещал, если смогу как-то помогать и защищать. Он меня благодарил. Было похоже, что наши дружеские отношения практически восстановились. С тем я и уехал. Когда у него был второй обыск и возникла угроза ареста, я звонил ему уже из Мюнхена по телефону. Затем написал открытое письмо в его защиту. Попросил подписать Ростроповича, Вишневскую и Зиновьева, после чего письмо было опубликовано в западной прессе и, естественно, передано западными радиостанциями на Советский Союз. В это же время в Москве Белла Ахмадулина посетила кого-то из высших чинов КГБ. Если не ошибаюсь, Филиппа Бабкова. Тоже просила за Владимова. Короче говоря, в 1983 году его выпустили, и он был, может быть, последним диссидентом, кого отправили на запад, а не в противоположную сторону. Во Франкфурте на Майне его ожидала должность главного редактора журнала «Грани», предложенная ему еще в Москве. Я в это время был в Принстоне. Написал Владимову дружелюбное письмо, ответа не получил. Через некоторое время прочел интервью, в котором он, кроме прочего, напоминал читателям о моем покаянии, то есть протесте журналу «Грани». Хотя, как утверждал Владимов, ему иголки под ногти, насколько мне известно, не загоняли. Через какое-то время Владимир Максимов в разговоре по телефону сообщил мне, Владимов сказал, что тебя он печатать, конечно, не будет. Я уже настолько привык к переменам Жориного отношения ко мне, что даже не удивился. До прихода Владимова в Грани журнал этот из номера в номер печатал список своих бывших и настоящих авторов, которыми считал нужным гордиться. В этом списке неизменно упоминался и я. После прихода Владимова мое имя из этого списка исчезло. Прошло три года. Вдруг до меня дошел слух, что между Владимовым и руководством НТС, которому принадлежал журнал, возникли трения, перешедшие в неразрешимый конфликт. Владимов отказывался подчиняться требованиям НТС и вести их линию, и те решили расстаться с ним, как с главным редактором. В эмигрантской среде возникло некоторое волнение. Потом было сочнено коллективное письмо в защиту Владимова. Мне позвонила сотрудница Свободы, Аля Федосеева, предложила подписать. Я сначала согласился, но по здравым размышлениям решил свою подпись снять. О чем сообщил Максимову, готовившему письмо к печати. Максимов потребовал объяснений. Возникла переписка, которую привожу в том виде, в каком она у меня сохранилась. Войнович Максимову. Дорогой Володя, ты хорошо знаешь, что в журнал Грани Владимов пришел с готовым списком запрещенных писателей, в который не последним номером включил и меня. Мне и некоторым другим авторам журнал Грани по неизвестным мне причинам вход был воспрещен. Почему-то в то время никто этой странной цензурной политикой новоиспеченного редактора не возмутился, а мне она, хотя я печататься в гранях, не рвался, показалась откровенно говоря просто низкой. По-моему, писателю, испытавшему на себе всю мерзость запрета на имя, использовать свою малую власть для запрета других писателей, прошедших тот же печальный путь, должно быть стыдно. Если бы сейчас речь шла о защите писательских прав Владимова, я бы охотно принял в ней участие, несмотря на его ко мне враждебные отношения. Но защита редактора и цензора Владимова, писателем, которого он усердно пытался перевести в разряд запрещенных, выглядела бы смехотворной, лицемерной и беспринципной. Кроме того, я считаю, что в свободном мире любая политическая партия имеет право на печатные органы того направления, которого она сама держится. Я в НТС не состою и не берусь за них решать, какой у них должен быть журнал и кому его редактировать. Жму руку В. Войнович. 13 июня 1986-го. Максимов Войновичу. Дорогой Володя, зная о ваших с Владимовым взаимоотношениях, я даже не пытался обращаться к тебе за подписью, так же, как и к Коржавину, поэтому сообщение о Федосеевой, о твоем согласии меня, признаюсь, очень обрадовало, о чем я и не приминул с удовольствием сообщить тому же Владимову. Но согласись, что сначала дать, а потом снять свою подпись, это поступок не из самых принципиальных. Этим неожиданным кульбитом ты поставил меня в крайне неловкое положение, тем более, что письмо к тому времени уже было разослано в большинство русских газет и журналов зарубежья. К сожалению, я имею возможность снять твое имя лишь в К.И.Р.М. Континенты русской мысли. Заниматься новой перепиской со всеми остальными у меня нет ни времени, ни желания. Опровержение по их адресу ты сможешь позднее разослать сам. Что же касается запретных Владимовских списков, то это плод эмигрантской паранойи или злостного навета, не более того. Максимов забыл, что о нежелании Владимова меня печатать мне говорил именно он. И еще одну, дорогой Володя. Не знаю, насколько правда, но до меня дошло, что в разговорах с Эр Орловой или еще с кем-то ты обронил нечто о Володькиных письмах, которые дед ты не обязан подписывать. Если это очередная ложь, то заранее приношу свои извинения. Если же это правда, то весьма об этом сожалею, ибо, дожив до почтенного возраста и сделав в русской литературе, мягко говоря, никак не меньше тебя, в Володьках ни у кого не ходил и впредь ходить не собираюсь. Сам я ни при каких обстоятельствах и ни в каком виде не говорил и не мог бы представить, что мог бы сказать о тебе, Володька. Негоже нам, русским писателям, так жалко самоутверждаться за чужой счет. Но повторяю, что если это лишь очередная мигрантская сплетня, чтобы затеять между нами еще одну свару, то я приношу тебе свои искренние извинения. Жму руку В. Максимов. 18 июня 86-го. Владимов Войновичу. Дорогой Володя, Максимов ознакомил меня с твоим письмом от 13 июня и со своим ответом. Ты увидишь, что у него были на то причины. Немалого упрека тебе за то, что снял подпись, я не высказываю. Более того, меня приятно волнует твоя готовность защищать мои писательские права, которым, правда, пока ничто не угрожает. Но осуществование моего списка запрещенных писателей, куда я и тебя включил не последним слышу впервые. В тех номерах грани, что я редактировал, твое имя не раз упоминалось в самых доброжелательных контекстах. А не печатал я Владимира Войновича по одной причине, которую, я думаю, следует признать уважительной. Он ничего мне не присылал. Да, наконец, нужно слишком мало ценить себя, чтобы предположить даже попытку перевести тебя в разряд запрещенных. Если тебе неудобно назвать того человека, от кого пошла вся эта вонь насчет моей цензурной политики, это сделаю я. По характеру вони это господин Поповский, деятельный сотрудник определенного толка организации, куда он, по-видимому, поставляет за хороший оклад характеристики на своих коллег эмигрантов. Бесконечные его ссылки на Вашингтонское начальство в конце концов вынудили меня попросить его из журнала. Допускаю, впрочем, что вонь эту услышал ты не от него самого, а ее бережно донесли посредники. И вот тут-то выплывает любопытное обстоятельство, показывающее, как часто господа такого рода приписывают другим собственные методы. Список действительно существовал, но, во-первых, не запретных имен, а, во-вторых, составил его не я, а господин Поповский. Еще в 83-м году, когда я только раздумывал принимать ли грани, он, по своей инициативе, сделал для меня обзор литературного зарубежья, где о многих сказал несколько теплых или бранных или безразличных слов. Процитирую о тебе. Владимир Войнович выехал на Запад на высокой волне, как жертва режима. Это помогло ему широко здесь печататься. К тому же и жанр побосенки тут еще мало ведом, хотя я считаю его писателем одаренным, но боюсь, что на Западе он быстро растрясет свой духовный запас, и ему нечего будет писать. Сумеет ли он сказать какое-то новое слово, не знаю. От этого зависит его будущее как писателя. Возможно, что таков же был твой тогдашний грейд в упомянутой организации, не скажу, что слишком высокий. Надо ли доказывать, что я этого списка никогда не придерживался, напротив, именно расширение списка имен, допущенных мною в грани, и привело к моему уходу. В свое время в Москве, делая шаг к примирению, ты сказал, что мы оба можем оказаться в камере у одного следователя. Здесь, благодаря новым сплетням и подозрениям, нам грозит оказаться под пятою одной фашистов ищей мафии. Поэтому так горестно было прочесть о твоем согласии с решением НТС, которое ты почему-то увязываешь с особенностями свободного мира. В мире противоположным 16 лет назад, когда уходили Твардовского, разве же не имели в конце концов Мелентьев с Воронковым право заменить его Косолаповым? Жму руку, Наташа тебе кланяется, твой Г. Владимов, 25 июня 86-го. Войнович Владимову, дорогой Жора. Извини, что отвечаю не сразу. Я некоторое время не был дома, а вернувшись с удивлением обнаружил твое письмо. Начну со снятой мною подписи. Я давно уже пришел к решению, от которого, впрочем, иногда отступаю не подписывать коллективных писем, кроме поздравительных и некрологов, потому что редко бывают такие, с которыми я целиком согласен. В данном случае я готов был бы отступить от этого принципа, если бы это могло иметь практические последствия, но на них, кажется, никто не рассчитывал. Кроме того, если даже исключить одну из причин моего отказа от подписи, остается другая, существенная. Твоя аналогия не кажется мне справедливой, потому что разгром нового мира был наступлением тоталитарной власти на последний островок нашей общей свободы. Если бы в СССР существовали независимые органы печати, то снятие с поста главного редактора партийного журнала я бы тоже считал внутренним делом партии. Что касается НТС, то я с этой организацией никогда не сотрудничал, в дела ее не посвящен, и мое решение означает не согласие с ними, а только нейтралитет. Для меня редактор Владимов и писатель Владимов не одно и то же. К писателю Владимову я всегда относился хорошо. Твои книги и сейчас стоят на моей полке, а главы из генерала, когда попадаются, читаю с большим интересом. О том, что ты не хотел меня печатать, мне недавно сказал Поповский, а задолго до него другие люди. Если это было не так, ты мог бы легко развеять мои сомнения, хотя бы просто обратившись ко мне, как к одному из возможных авторов. Письмо Поповского меня нисколько не удивило. В эмиграции вообще есть много литераторов, которые с необъяснимым злорадством начинают хранить своего коллегу, как только им покажется, что он исчерпался и исписался, и вообще не выдержал тяжести свалившихся на него испытаний. Мне такая формула поведения кажется крайне чуждой. Мне кажется, что писателю, потерявшемуся на чужбине, следует, если не помочь, то, по крайней мере, посочувствовать. Мнение же Вашингтонского начальства меня и вовсе не интересует, поскольку никакого начальства у меня попросту нет. Вопреки ходячему утверждению, что здесь на гонорары жить невозможно, я живу именно на них и ни от кого не завишу. Что же касается твоего отношения к своим бывшим друзьям, оно меня, правду сказать, много раз удивляло. Я готов сделать очередной шаг к примирению, но как долго оно продлится, это сейчас, как и в прошлом, будет зависеть только от тебя. Уже заканчивая это письмо, я узнал, что умерла Елена Юльевна, теща Владимова. Я всегда относился к ней с большим уважением и сейчас глубоко сочувствую тебе и Наташе. Я понимаю, что положение твое сейчас весьма осложнилось, но надеюсь, что ты из него как-нибудь выберешься. Искренне желаю тебе добра. Твой В. Войнович. 3 июля 1986 Войнович Максимову, дорогой Володя, извини, что поздно отвечаю. Я тут приболел, попал в больницу и письмо твое прочел только по возвращении. Тему Владимова я считаю в данный момент исчерпанной и возвращаться к ней не буду. По поводу же второй части твоего письма сообщаю, что я с Эр Орловой и ее мужем практически ни в каких отношениях не нахожусь и никаких Володькиных писем ни с ней и, насколько мне помнится, ни с кем другим не обсуждал. Володькой я тебя не называл никогда даже мысленно. Я вообще никого не называю ни Володьками, ни Петьками, ни Митьками. Нет такой привычки. Но если уж речь зашла о твоих письмах, я, честно сказать, далеко не всегда с ними согласен. Я думаю, что и ты не всегда со мной согласен. Ничего оскорбительного в этом, по-моему, нет. На твои литературные и иные заслуги я никогда не покушался, а к тебе лично отношусь дружески. С чем и остаюсь. Твой В. Войнович, 3 июля 1986-го. Предсмертная слава Владимова. После этой переписки мы долго не общались. Я знал, что Владимовы живут в своем Нидерхаузене. Как и на что они жили, не знаю. Наталья время от времени писала какие-то статьи и рецензии для Радио Свобода и газеты «Русская мысль». На те копейки, которые ей там платили, жить, конечно, было нельзя. Я думаю, они получали социальное пособие. Отношений у нас практически не было никаких. У других с ними тоже. Насколько я понимал, они перессорились со всеми, кроме, может быть, Максимова, но тут равноценной дружбы быть не могло, а зависимость от Максимова была делом унизительным. Время от времени Наташа не помню уже с чем звонила мне, называла меня на «вы» и по имени отчеству, хотя раньше наши отношения были более фамильярными. Потом до меня донеслись слухи, что она продолжает утверждать, что я про нее распространяю слухи, будь то она в цирке ходила по проволоке. Не помню же, в каком году мы вместе оказались в Вене на международной литературной конференции, где из русских кроме меня были Довлатов, Лимонов и Чета Владимовых. В один из дней нам предложили автобусную экскурсию. Входя в автобус, я не заметил сидевших на переднем сиденье Владимовых и двинулся в сторону последних рядов, когда услышал сзади укоряющую реплику, а Владимир Николаевич нас таки не замечает. Я вернулся, взял Наташу за руку и потащил к выходу. Она не сопротивлялась и Жора не возражал. Мы вышли из автобуса, и я сказал, Наташа, я тебя очень прошу запомнить. Я никогда никому про тебя не говорю, что ты ходила по проволоке или делала еще что-нибудь. Никогда не говорю про тебя ничего плохого. Ты мне веришь? Да, Владимир Николаевич, верю, сказала она смиренно, как осознавший свою вину ребенок. После этого наши отношения более или менее наладились. Году уже, может быть, в 1990 в Баварской Академии возникла очередная идея пригласить русских писателей. По предложению местных словистов был приглашен Сорокин. По моему предложению Владимов и Юрий Мамлеев. Владимов, изголодавшийся по человеческому вниманию, был огорчен только тем, что словисты позвали в ресторан Сорокина, а его игнорировали. Но его с Наташей и Мамлеева мы с Ирой пригласили домой, и все было хорошо. К моему 60-летию радио Свобода подготовила специальную передачу, в которой участвовал и очень тепло говоривший обо мне Владимов. Последний раз мы виделись уже после смерти Наташи на презентации Владимовского четырехтомника, изданного стараниями нового русского, бывшего учителя литературы Гольдмана. Он оказался давним поклонником Владимова и не только издал четырехтомник, но устроил пышную презентацию, заплатил Владимову гонорар и оплатил приезд. Честное слово, я был искренне рад этому. Под конец жизни Владимов вкусил немного славы на родине. Он одну за другой получил несколько литературных премий, Букеровскую премию дважды, за лучшую книгу года генерал и его армия, и за лучшую книгу десятилетия, за нее же, и был, кажется, уже последним лауреатом премии имени Сахарова. Все-таки самое последнее время мы не общались, и о его смерти я узнал из газет. Вскоре после смерти Жоры закончил свой путь и его издатель. В Москве у светофора средь бела дня к его машине подъехал мотоциклист и положил на крышу взрывное устройство. Оно сработало немедленно, убив Гольдмана и оторвав голову мотоциклисту. Так очевидно было задумано. Заказчики не любят оставлять в живых исполнителей. Лев Копелев С нашими эмигрантами у меня в основном не заладилось. Незадолго до меня приехал в Германию Лев Копелев со своей женой Раисой Орловой. Именно он, Лев Зиновьевич, которого все звали просто Лева, был человеком, наблюдая которого я пришел к выводу, подтвержденному затем и другими примерами, что можно иметь большую голову с соответственно, очевидно, крупным мозгом, большие способности к усвоению знаний и при этом быть неумным, поверхностным, неспособным мыслить самостоятельно человеком. Лева прошел через все соблазны и обольщения своего времени. В молодости был активным большевиком и по его собственному признанию сталинцем. В конце войны был арестован, провел в лагерях и в описанной Солженицыном шарашке лет, кажется, десять. Сталинцем быть перестал, но ленинцем остался. То есть продолжал верить в Ленина, в Маркса, в их учения, искренне поддерживал всяких западных левых и даже написал книгу с вызывающей глупым названием «Сердце всегда слева». Еще в конце шестидесятых годов говорил, что хотел бы быть разведчиком. Бомбардировал ЦК КПСС письмами, в которых утверждал, что наша антизападная пропаганда ведется неправильно и предлагал свои варианты. В диссидентство тоже вступил, критикуя власть слева, обвиняя ее в том, что она наносит вред делу коммунизма. Он хорошо говорил по-немецки и неплохо еще на многих языках. Был очень общителен. Со всеми доступными ему видными немцами бежал немедленно знакомиться, брататься, братание переводил в дружбу. Сначала, когда он был коммунистом, его друзьями были восточно-германские писатели Бертольд Брехт, Анна Зегерс, Криста Вольф. Их сочинения он противопоставлял западной литературе. Став диссидентом, еще в Москве он сошелся с приезжавшим в СССР Генрихом Бöllем и многими дипломатами. Общался с бывшим канцлером Вилли Брантом. Он появился в Германии как один из самых главных борцов за права человека, кем он на самом деле не был, и как самый крупный русский писатель и властитель дум, кем он не был, тем более. Он отрастил бороду под Толстого, ходил с большой суковатой палкой и, по мнению многих, производил впечатление библейского пророка. Его сравнивали с еврейским философом Мартином Бубером. С опломбом произносил он речи, состоявшие из одних общих мест, повторение несобственных мыслей и тем самым производил впечатление на романтически восторженных немцев. Будучи неумным человеком, он не мог реалистично оценивать факты советской истории. И утверждая, что культура в СССР всегда высоко уважалась, приводил в пример 1937 год, когда, по его словам, несмотря на сталинские репрессии, страна широко отмечала столетие со дня смерти Пушкина. Просидев много лет в сталинских лагерях, мог бы дойти хотя бы до понимания примитивных приемов советской власти и сталинской пропаганды. Они отмечали разные годовщины или достижения с целью отвлечь внимание мировой общественности от того, что творилось в Советском Союзе. О современной русской литературе он говорил немцам, что для нее сейчас особых трудностей не существует. Писать можно практически все, что хочешь. Его иногда спрашивали, почему же преследовали Войновича, он отвечал, потому что у Войновича одиозное имя. Он утверждал, что лучшие писатели остались в России. Его спрашивали удивленно, а как же вы? А я говорил, он вообще не писатель. У доверчивых немцев складывалась картина, по которой уровень писателей в эмиграции невысок. Лучший из них сам Копелев, но и он не писатель. А что же говорить об остальных? Я к Копелеву относился дружелюбно, но иронично. Никаких его утверждений всерьез не принимал, писаний тоже, но, к моему удивлению, его книга воспоминаний хранить вечно оказалась очень неплохо написанной. Казак предложил мне принять участие в книге, посвященной 70-летию Копелева, то есть создать такой коллективный панигирик. Я уклонился. Москва 2042 Этот роман Москва 2042 я задумал еще задолго до эмиграции в Советском Союзе. Мне было интересно предположить, что случится со страной в обозримом и не очень обозримом будущем. Я уже писал, что когда уезжал, говорил друзьям, через пять лет в стране начнутся радикальные перемены. Да какие перемены возражали они? Как это может быть? Сейчас в полетбюро в основном старые люди, объяснял я им. Но придут помоложе и начнут что-то менять. Кто придет, говорил мне Бен Сарнов. Ты же видишь, они набирают еще более старых. Действительно, Брежнев взял на пост председателя Совета Министров Николая Тихонова, который был даже немного старше его. Но это же противоестественно, убеждал я друзей. Это все скоро рухнет. Я видел, что посты советников и другие должности занимают новые, более разумные люди, и понимал, что грядет смена поколений. Те, кто сегодня пребывает в роли советников и референтов, при большом начальстве сами займут руководящие должности. Но что будет с Советским Союзом, если этого не произойдет? И я задумал такой роман и даже начал рассказывать знакомым, как это может быть. Я помню, мы с Виктором Некрасовым сидели дома у моей любимой редакторши Анны Самойловны Берзер, и я им рассказывал о Сим Симыче Карнавалове, о том, как он въезжает в Москву будущего на белом коне, и они очень смеялись. Кстати, потом, когда я роман написал, они оба обиделись на меня за Сим Симыча. Некрасов в Париже держался со мной как ни разу до того сурово. «Ну как же так можно?» «Вика», сказал я ему, «ты смеялся, когда я вам рассказывал свой замысел. Ты сам мне рассказывал разные смешные вещи о Солженицыне. Почему смеяться между собой можно, а в романе нельзя?» После двух рюмок он стал к вымыслу моему снисходительней. Идею романа я привез из Москвы, но к работе приступил в 1982 году. Сначала будущий роман назвал «Москва 2032», отсчитав «50 лет от 82-го». Число 2032 было еще для меня заманчиво, потому что в том году мне исполнилось бы 100 лет, если бы я дожил. Но потом мне показалось, что я дал слишком небольшой срок, и прибавил 10 лет. Кроме того, повествование ведется от первого лица, как будто от меня, и я решил подальше отодвинуть этот персонаж от собственной биографии. Обычно я работаю так. Медленно-медленно продвигаюсь, что-то пишу, выбрасываю, а потом вдруг наступает какое-то озарение, и в конце я пишу очень быстро. В 1986 году я быстро закончил роман. Тут подвернулся Максимов с предложением «Дал бы что-нибудь для журнала». «Когда ты появляешься, тираж растет». Время от времени он просил меня участвовать в его журнале и тогда говорил комплименты. В то же время мог и укусить. Много раз он меня хотел поставить на место. Но Максимов редактор был умнее Максимова человека и вполне компромиссен. В чем-то другом он мог быть бескомпромиссным. Но как редактор знал, что компромисс необходим. Поэтому с одной стороны он всегда хотел поставить меня на место, но с другой стороны понимал, что я для него ценный автор. Когда просил дать что-нибудь для журнала, способен был даже щедро польстить. А потом не прямо, а намеками отозваться пренебрежительно. Может быть, тебя не устраивает наш гонорар, предположил он. Сколько тебе платят на радио Свобода? Я сказал, сколько. Ну, хорошо. Я тебе заплачу по сто марок за страницу. И я дал ему главы из романа Москва 2042. Но чтобы не пугать, дал те главы, где Сим Симыча Карнавалова еще нет. Он их напечатал, мы встретились. А он всегда, как только меня использовал, вел себя уже иначе. Мы напечатали твой текст, сказал он. Ты получишь гонорар. У нас он для всех 30 марок за страницу. И отводит глаза в сторону. Я вижу, он хорошо помнит, что называл другие цифры. Но я ничего не сказал. 30, так 30. Уже с полной рукописью я приехал в Нью-Йорк. Встретился с Андреем Седых, главным редактором газеты «Новое русское слово». Он тоже попросил у меня что-нибудь напечатать и побольше. Я роман написал. Хотите, спросил я. Хочу, сказал он. Но только там у меня есть персонаж, в котором люди находят сходство с одним известным человеком. Я так не считаю, но им кажется, что он похож на этого человека. Но Максимова испугался Седых. Нет, хуже. Кто может быть хуже? Солженицын. А, ну, Солженицын, ладно, легко согласился он. Седых заплатил мне сразу довольно крупную по тем временам сумму и стал печатать роман. Газету расхватывали, потому что речь шла о путешествии в будущее Советского Союза. И вдруг в романе появляется Сим Симыч Карнавалов, а он возникает не сразу, и это становится шоком для читателей. Людмила Фостер, которая работала на «Голосе Америки» и вела литературные передачи, пишет мне письмо «Володя, я читала роман с большим интересом, и вдруг что я вижу? Что? Войнович охренел?» Возник страшный переполох в эмигрантской среде. Одни говорили, как можно покуситься на такую личность и на такого писателя, а другие обрадовались, потому что видели многое сами, но не решались произнести, ведь Солженицын был вне критики. Перестройка Информации о Советском Союзе у меня за границей было больше, чем у советского человека. Я мог читать советские газеты в университетских библиотеках, но кроме того, я уже читал американские газеты и немножко немецкие. Я слушал радио и получал бюллетень новостей, который выпускала Радио Свобода, очень информативный для внутреннего пользования, типа бюллетеня «Белый ТАСС» для главных редакторов с информацией, не всегда доходившей до страниц советских газет. В начале 1987 года в Мюнхен приехала журналистка Юлия Тролль из газеты «Новое русское слово». Приехала, чтобы взять у меня интервью. Я ей сказал, что в Советском Союзе начались серьезные перемены, которые пойдут далеко, и они уже необратимы. Ей мой прогноз показался слишком наивным. Она хваталась за голову, закатывала глаза. «Неужели вы верите Горбачеву?» «Я никому конкретно не верю», ответил я. «Я верю в неизбежность и необратимость исторических процессов». Это интервью вызвало ужасный гнев в кругах эмиграции, а некоторые очень обрадовались моему предположенному ими ренегатству. «Войнович верит Горбачеву, он продался советским». Один журналист, который писал язвительно и даже с брезгливой интонацией публицистические статьи о Советском Союзе, а передо мной при встречах заискивал, тут решил, что я себя разоблачил и с долго скрывавшейся ненавистью написал обо мне. Он всегда был советским, им и остался. Но я продолжал говорить то, что я думал. Я помнил, что и при Хрущеве были некоторые либеральные реформы, но никогда ими не обольстился. Я видел, что они доходили до какой-то точки и ни одна из них не была необратимой, а эти перемены показались мне и были необратимыми. Залыгин Как говорил тогда кажется Жванецкий, в России стало читать интереснее, чем жить. Газеты писали то, что еще недавно могло появиться только в сам издате. Московские новости и Огонек помещали невообразимо острые материалы и подвергали критике все, что еще недавно было защищено от критики статьями Уголовного кодекса. Но что интересно, вместе с критикой системы и наиболее реакционных ее представителей перестроечная пресса стала нападать на диссидентов и эмигрантов с гораздо большей яростью, чем это делалось до сих пор. Я следил за перестройкой с большим волнением, радовался всем ее достижениям, с какого-то момента был уверен в ее необратимости, одобрял ее в своих выступлениях по радио. А про меня несколько раз в московских новостях, литературной газете и еще где-то написали, что эти войновичи с маленькой буквы никогда не поверят в нашу перестройку. Слово диссидент стало еще больше ругательным, чем было раньше. Лидеры перестройки стремились к поездкам на Запад, стояли под воротами радио «Свобода» в надежде заработать свои сто марок, толклись у других возможных кормушек, а внутри страны нападали на диссидентов и эмигрантов. Я помню, услышал по радио страстную речь бывшего летчика писателя Анатолия Маркуши. Он жаловался на недостаток свободы слова и говорил приблизительно так. Ну, почему? Почему нам не дают выступать против диссидентов? Ведь мы можем это делать лучше и убедительней, чем это делают казенные критики. Люди, которых раньше не выпускали за границу, теперь туда ездили охотно и не совсем бескорыстно. Общались с эмигрантами, получают последних подарки и угощения, а через них возможности где-то выступить, где-то напечататься и получить за это где-то что дадут. Но потом возвращались в Союз и очень своеобразно отчитывались о своих поездках. Битов в Нью-Йорке охотно общался со своим другом Юзом Олешковским, с земляком Ефимом Эткиндом, а потом на вопрос корреспондента московских новостей, что общего было у него с эмигрантами, ответил, что у него ничего общего с ними не было и быть не могло, потому что они отстали от нас на 15 лет. Я помню, меня очень удивило это высказывание. От кого эмигранты отстали? Почему на 15 лет, а не на 20 или на 10? Известный театральный критик Саша Свободин, друг Саши Володина и отчасти мой, будучи в Мюнхене, разыскал меня, охотно и радостно общался и угощался, а потом читателям тех же московских новостей доложил, как он боролся с провокациями эмигрантов и какой давал им отпор. Фамилии, правда, никогда не называл. Было еще и такое. Приезжавшие в Мюнхен литераторы рвались к микрофонам свободы и при этом требовали от эмигрантов, чтобы они не вмешивались в советские дела, а то помешают перестройке. Это иногда раздражало. Две советские литературные дамы, сидя у меня на кухне, рассказали какую-то историю. Она меня заинтересовала. Я сказал, что, пожалуй, о ней напишу. Дамы решительно воспротивились. Ни в коем случае. Вам здесь вообще не надо ничего писать. Вам лучше помолчать, а то все испортите. Я разозлился и удивился логике. Я не молчал, когда все молчали, а теперь, когда все заговорили, я должен молчать? Я, разумеется, так не думал и не молчал. одобряя перемены и даже считая их уже необратимыми, тем не менее, всегда подчеркивал, что для того, чтобы считать перестройку успешной, надо сделать еще много чего. И приблизительно перечислял, чего именно. Мне очень хотелось, как можно скорее вернуться в Россию не только самому, но и в качестве печатаемого писателя. и я понимал, что чем раньше это произойдет, тем лучше. И я не сомневался, что перестройка в конце концов дойдет до этого. Но какие-то процессы хотелось поторопить. Тут дошло до меня известие о выступлении в Сорбонне главного редактора «Нового мира» Сергея Залыгина, на которое я решил немедленно отреагировать. Я вспомнил, что меня когда-то в «Новом мире любили и даже держали в числе мы оба были авторами этого журнала. Теперь он стал главным редактором. А в редколлегию вошли два человека, которых я считал близкими друзьями Игорь Виноградов и Олег Чухонцев, первый по прозе, второй по поэзии. Послал Залыгину свою повесть путем взаимной переписки. Сообщил, что в свое время я рассчитывал напечатать ее в «Новом мире», но напечатана она была только за границей. Так вот, не пора ли ей появиться на страницах, для которых она и писалась. Отправляя рукопись, я думал, что Игорь и Олег ее тоже увидят и как-то проявятся. Конечно, я надеялся на положительную реакцию, но допускал и то, что редакция не решится напечатать повесть сейчас. Но в таком случае, возможно, мне ответят по-дружески, что, мол, сейчас не время и попросят подождать, когда это время наступит. В доэмигрантские времена, предлагая советским печатным органам свои тексты, я всегда надеялся на хорошее, но готовился к худшему. Сейчас тоже. На хорошее не надеялся, но допускал, что получу какой-нибудь сигнал от Виноградова или Чухонцева. И вдруг письмо. И на конверте штамп с адресом нового мира. С нетерпением распечатал. Письмо оказалось от самого Залыгина, который мне сообщил, что, конечно, они, Новый мир, будут печатать кое-что из того, что было отвергнуто, но все-таки они, цитирую, орган печати, а не перепечатки материалов, так или иначе уже вышедших в свет. Исключение мы можем сделать лишь для нескольких наиболее высокохудожественных произведений, которых так немного. И меня очень удивило, что десятки авторов, предлагая свои произведения нам, считают их именно такими. Не правда ли? Странно. Мне письмо показалось хамским. Я ответил резко и думаю, что на этом наша переписка завершена. Но Залыгину тех гадостей, которые он мне наговорил, показалось мало. Он решил продолжить свою отповедь и, кроме всего, написал из работ, которые в прошлом были отвергнуты, мы сейчас печатаем, будем печатать Платонова, Набокова, Булгакова, Пастернака. Если вы не в этом ряду, вы говорите, что это хамство. Не смешно ли? У нас нет недостатков претендентах всех мастей. Если вас не печатают здесь, значит, вы не верите в нашу перестройку. Значит, вы думаете, она блеф? Я перестройку блефом не называл. Я в нее верил. Верил, что со мной она состоится. А что состоится без меня, правда, не верил. Не потому, что был слишком самонадеян, а потому, что понимал суть событий лучше, чем мой оппонент. Я мог вслед за Платоновым сказать, что народ без меня не полон. А мог выразиться иначе, что если в России останется хоть один запрещенный писатель, я или не я, неважно, значит, можно будет считать перестройку несостоявшейся. Я решил придать нашу переписку гласности, приложение номер 9, на что Залыгин вряд ли рассчитывал. Примерно в то время, когда состоялась эта переписка в Германию, приехал с семьей Борис Биргер. Рассказал, что на Белорусском вокзале его провожал Игорь Виноградов, который сказал, передай Володе, чтобы он не печатал эту переписку, потому что публикация это ему же и навредит. Но я-то знал, что если перестройка не дойдет до пределов, за которыми можно будет печатать эту переписку, то это будет не перестройка. Если такая публикация все еще будет невозможна, то мне там будет нечего делать. Впрочем, я не сомневался, что перестройка дойдет до логического финала и не собирался смиренно ждать. Я сразу решил, что опубликую переписку с Залыгиным, а после виноградовского предупреждения укрепился в своем намерении и напечатал ее в русских газетах и в воскресном приложении к Нью-Йорк Таймс. Полный текст переписки передали Радио Свобода, Голос Америки, Немецкая Волна и Би-Би-Си. И, как очень скоро выяснилось, я правильно поступил и формально и по существу. Даже как мне передавали тогдашний член Политбюро правая рука Горбачева Александр Яковлев где-то сказал про меня, он прав. Не только Яковлев, а и сама жизнь скоро показала, что я был прав. Вскоре Залыгин в качестве перестроечного деятеля поехал в США, был в Вашингтоне. Там его принимали в разных организациях, в том числе и в Ассоциации американских издателей. Встреча состоялась в американском издательстве Харкорт Брейс Йованович, издавшем Москву 2042-й. Московский гость был усажен в красный угол и оказался как раз под моим портретом, на который время от времени косился с очевидным неудовольствием. Кто-то из американцев даже запечатлел это и обещал прислать мне снимок, но я его, кажется, так и не получил. Мне продолжали, сейчас уже не помню, кто, передавать из России угрозы, что если так буду себя вести, то никогда не вернусь, на что я неизменно отвечал, что если причиной запрета вернуться на родину будет мое поведение, то такая родина не стоит того, чтобы в нее возвращаться. Public Relations В мае 1987 года вышеупомянуто издательство Харкоурт Брейс Йованович в лице Марии Араны тогда еще Араны Ворд пригласило меня для Book Promotion то есть для рекламных поездок по случаю выхода Москвы 2042 по городам Америки начиная с Нью-Йорка. Я приехал на последние деньги, но поселился за счет издательства, разумеется, в одном из очень дорогих отелей. Мне дали длинный лимузин с шофером в униформе и белых перчатках, в задней части салона телевизор, бар с холодильником, шампанским и другими напитками. Я должен передвигаться в этом неуклюжем и безвкусном. Американская мечта. Драндулете изображая себя преуспевающего классика, а в кармане у меня, как говорится, вошь на аркане. Купить пачку сигарет не на что. Я спросил Марию, или как мы ее называли Марусу, будут ли мне платить что-нибудь за выступление. Она сказала, нет, это рекламная поездка, все выступления бесплатные. Платой мне будет количество привлеченных моими выступлениями читателей. Я пошел к Боршерту, одолжил у него 300 долларов. Теперь как-то можно существовать. Давал много интервью. Большинство по-английски. Корреспондент Нью-Йорк Таймс напечатал интервью, заметив, что английский у меня сравнительно неплохой, но с попытками избегать употребления артиклей. Как раз когда я давал это интервью, до меня дозвонилась Ира и сообщила о смерти отца. Если я не ошибаюсь, он умер 25 мая, через 10 дней после своего 82-го дня рождения. Джон Глэд предлагал мне потребовать у советских властей визу для поездки на похороны, но ясно было, что визу никто не даст. А если предположить, что дали бы, то не иначе, как после многодневных раздумий и согласований, когда поездка стала бы слишком запоздалой. В любом случае, это была бы не больше, чем саморекламная акция. В Нью-Йорк Таймс я дал по крайней мере два интервью. Вторым интервьюером был Серж Шмеман, сын известного в эмиграции священника отца Александра. Он уже брал у меня одно интервью еще в Штокдорфе. Тогда я говорил с ним без опаски, теперь был немного на стороже. Думал, его отец наверняка поклонник Солженицына, сын, наверное, тоже, надо ухо держать в остро. Оказалось, что Серж относится к Солженицыну примерно так же, как и я, иронически, и отец его в Исаичи тоже разочаровался. Организовывал мою поездку по Америке отдел специально занимавшийся паблик релайшнс. Теперь аббревиатура этого понятия и в России широко используется. Но легко вошедшее в русский язык слово пиар, я думаю, многие даже не знают, как расшифровать. Так вот, по рекомендации этого отдела издательство выделило на мою поездку 35 тысяч долларов. За эти деньги я должен был передвигаться исключительно на упомянутом лимузине, который встречал меня во всех аэропортах и возил на любое расстояние, даже если оно измерялось сотней шагов. На самолетах и лимузинах я перебирался из города в город, выступал в самых престижных университетах восточного побережья — Колумбийский, Йель, Корнель, Гарвард, Джорджтаун. По прибытии на место, как я не торопился, шофер оказывался у моей дверцы первым и распахивал ее с почтительным поклоном. Меня это смущало, коробило, но я терпел, полагая, что так надо, и издательство лучше знает, как мне себя вести. Встреча с Чухонцевым и письмо десяти. Так получилось, что во время моих разъездов где-то по тому же пути передвигался Чухонцев. Я выступал в Ричмонде. Мне сказали, а завтра у нас выступает Чухонцев. Я приехал еще куда-то, и там мне говорят, завтра у нас выступает Чухонцев. В Нью-Йорке у меня была встреча с членами заведения, называемого Institute for Humanities. Это объединение, как я понял, интеллектуалов разных профессий. Писатели, артисты, экономисты. Нью-Йоркская элита. Среди членов Бродский и Василий Леонтьев, американец русского происхождения, лауреат Нобелевской премии по экономике. Бродского не было. Восьмидесятилетний Леонтьев пришел. Я говорил не столько о своем романе, сколько о том, что происходит в СССР и как я это вижу. Разумеется, рассказал о своем конфликте с Залыгиным. Слушатели проявили большой интерес. Леонтьев просил меня дать копии писем ему, он покажет их, когда будет в Москве, а он там бывает, Раисе Максимовне, с которой он подружился. У меня копий с собой не было, а потом я замотался, не успел с ним встретиться, и Раиса Максимовна осталась непросвещенной. Выслушав мой рассказ о Залыгине, кто-то из слушателей сообщил, кстати, у нас в четверг будут двое советских писателей, один прозаик, а другой поэт и один из боссов нового мира. Я спросил фамилии. Мне сказали Битов и Чухонцев, и, вверши беседу, заранее состроил мину, выражая готовность согласиться с моим низким мнением. Я, напротив, горячо возразил, что вы, Чухонцев крупнейший русский поэт, и Битов тоже известный прозаик. Это обусловило обоим теплую встречу. А пока я отправился в Гарвард, и там нарисовалась такая картина. Сверхнеожиданная. Мой лимузин плавно причалил к тротуару, выложенному из красных керамических плиток. Шофер выскочил и распахнул дверь, а я, выставив ногу наружу, увидел нашего Олега Чухонцева. Он стоял на тротуаре в том виде, в котором словно только что прибыл из Москвы. В черном кожаном пиджаке китайского производства, в польских джинсах и сумкой через плечо с надписью латинскими буквами «Аэрофлот». При виде моего лимузина он остолбенел и открыл рот. Много лет спустя в Москве появится такого рода машина для перевозки поп-звезд и молодоженов. А тогда для советского человека это было одно из чудес техники, машина, по сравнению с которой советский членовоз казался игрушечным. Олег вряд ли когда до этого видел такую машину и вперился в нее, возможно, пытаясь вообразить, кто из нее может вылезти и увидел меня. Для начала пошли выпить по кружке пива. Говорили. Олег сказал мне, что приехал сюда благодаря культурному фонду, который пригласил его не как писателя, а как член редколлегии одного из самых прогрессивных изданий. Он был уже в Чикаго, в Ричмонде, где-то еще, а послезавтра едет в Нью-Йорк выступать в какой-то церкви перед эмигрантами. Признаюсь, я ему был очень рад. Но с первых же минут что-то такое меня стало смущать. Он мне с воодушевлением рассказывал о планах журнала «На ближайшее время», о том, что у них в портфеле только что обнаруженные где-то стихи Мандельштама, последние рассказы Шаламова, неизданные рассказы Зощенко, что-то эпистолярное из Пастернака. Ты представляешь, говорил он, абсолютно никакой цензуры. Мы никому ничего предварительно не представляем. Что хотим, то и печатаем. Тут я помню, что Олег был когда-то и обо мне вполне высокого мнения, сказал ему. Если вы печатаете, что хотите, почему бы вам не захотите меня напечатать? Этот вопрос, очевидно, показался ему не очень уместным, потому что он мне на него просто ничего не ответил и перешел к другой теме, уже частично мной освещенной. «Ты», сказал он в полутвердительной интонации, «домой, конечно, уже не вернешься?» «Обязательно вернусь», сказал я. «Как только возникнет реальная возможность, так и вернусь». Он промолчал и, как мне показалось, не только не понял ответа, но даже и не услышал его. Я спросил, слышал ли он о моем конфликте с Залыгиным? Он ответил «нет, а что?» Но поскольку во вранье он не был силен, то тут же и проговорился, что был посвящен и, будучи на моей стороне, считает, что я сделал ошибку и сам себе напортил. Ученкина имелся шанс быть опубликованным через какое-то время, но теперь я сам закрыл себе дорогу к печати». Почти слово в слово он повторил то, о чем предупреждал меня через выехавшего в Германию Борю Биргера Виноградов и то, что говорили другие. «О чем я сам был, повторяю, более оптимистического и, как вскоре выяснилось, реалистического мнения?» Вообще в то время меня удивляли люди, которые называли себя перестройщиками, а иные еще пышнее прорабами перестройки. Как раз во время моей рекламной поездки по Штатам случилось небольшое событие, от участия в котором я отказался. Мне позвонил Максимов и предложил подписать письмо, которое он сочинил и которое подписали Буковский, Орлов, Кузнецов, Аксенов, Неизвестный, кто-то еще. Письмо, обращенное к западным правительствам, предлагало не доверять словам и действиям советского руководства, которое, по словам подписантов, затеяло обычный в своем духе обман Запада. В нем было условие, после которого к советским намерениям можно было бы отнестись с большим доверием. Пусть Горбачев докажет. Исследовал перечень доказательств, которые следовало потребовать от Горбачева. Я письмо не подписал по трем причинам. А. Давно стал уклоняться от подписания коллективных обращений. Б. Мне не понравился тон письма, бывший, по моему мнению, неуместно хлестким. И самое главное, В. Я видел, что перестройка уже переступила черту, за которой возврата назад нет. Можно было верить Горбачеву или не верить, но пора было понять, что бывают необратимые исторические процессы, и этот был из таких. Ни Горбачеву, ни всему советскому руководству, если бы и захотелось, остановить этот процесс уже бы не удалось. Когда мне предлагали оценить ситуацию, я сравнивал Советский Союз с автобусом, который пытается съехать с горы. Автобус старый, шины лысые, бензин разбавлен водой, тормоза плохо держит. Водитель пытается не слишком разгоняться и удерживать машину на крутых поворотах, а пассажиры, кто требует прибавить газу, кто, наоборот, немедленно остановиться и сдать назад, а кто-то хватается за баранку и требует «дай по рулю». Я утверждал, что автобус остановить уже невозможно. У него есть два шанса. Или при умелом маневрировании съехать в долину, или рухнуть и оказаться там же в виде обломков. Галина Старовойтова, с которой я познакомился и подружился два года спустя, одобрила этот образ. Но меня удивляло, что сами эти перестройщики не сознают, каких пределов они достигли и к чему ведут их дальнейшие действия. Как только письмо десяти, само по себе просто недальновидное появилось, как тут же последовал суровый отпор. В тех же московских новостях собрались передовые интеллектуалы того времени Олег Ефремов, Лен Карпинский, Михаил Шатров, остальных не помню, сурово осудили подписантов и чуть ли не в один голос заявили, что эти люди проявили себя как враги перемен и окончательно закрыли себе дорогу домой. Это было отвратительно по тону и очень глупо по содержанию. Гораздо глупее, чем письмо десяти. Меня тогда удивило, как же эти люди не понимают, что им, во-первых, хотя бы из соображений приличия следует не смешивать подписавшихся в одну кучу, не приговаривать их вслед за советской властью к пожизненному изгнанию и, во-вторых, подумать, чего же будет стоить эта перестройка, если она людей лишит возможности вернуться на родину, пусть даже за очень плохие высказывания. Вечером того дня, когда мы встретились с Чухонцевым в Гарварде, я за счет издательства, оно мне это позволило, пригласил Олега и Читу Мандалей в ресторан роскошной гостиницы «Хайят» небоскреба, построенного квадратом с тогда еще диковинными стеклянными скоростными лифтами, с балконами, выходящими вовнутрь в зимний сад, который каким-то образом заполнял всю эту многоэтажную пустоту, и где-то между этажами на площадке, державшейся на натянутых канатах, черный музыкант в белом костюме на белом рояле играл что-то негромкое. Мы ели какую-то изысканную пищу, слушали музыку, и вдруг Чухонцев наклонился ко мне и сказал «Если бы меня заставили жить такой жизнью, я бы повесился». Я никогда не был слишком обидчив, но тогда мне послышался в словах старого друга упрек, который я уже слышал от многих других, что я сбежал сюда, упиваясь этой окружающей роскошью и забыл все, что осталось на родине. Подчеркиваю, может быть, Олег такого смысла в свои слова не вкладывал, но я так его понял. Мне было обидно и хотелось спросить Олега, неужели ты не помнишь, как я уезжал? Неужели не помнишь, как за семь лет до того, сидя у меня на кухне и подвыпив, сказал «Володя, если ты не уедешь, они тебя убьют?» Битов и чухонцев перед эмигрантами. Битов и чухонцев выступали в русской церкви. Навстречу явилось много разного народа. Перед входом в храм толпились эмигранты, словисты, корреспонденты, западные и советские, в том числе и корреспондент «Правды», который брал интервью у Ахмадулина и миссерера. Увидев меня, Белла кинулась ко мне и крикнула покинутому интервьюеру «Вы видите, я обнимаюсь с Войновичем, можно с ним обниматься?» На что корреспондент, не оценив или оценив издевки, милостиво ответил, что теперь в процессе перестройки можно. Между прочим, братание запрещено в американской армии именно оно как раз в описываемое время стало одним из пунктов обвинения, охранявшим московское посольство США морским пехотинцам, которые очень глубоко братались с русскими девушками. Публику пустили, и я сел где-то сзади, рядом с моей издательницей Эллендеей Профер, женщиной красивой, умной и острой, оставшейся вдовой после смерти Карла. Время от времени она громко комментировала речи выступавших, которые в один голос утверждали все то же, что в СССР больше нет никакой цензуры, при этом Битов плутовал ловко, а Олег весьма неуклюже. Держался Надута, как представитель большой державы, имеющий от нее государственное задание не дать себя втянуть в провокационные разговоры. Но что вам сказать, сообщил он публике снисходительно, у нас сейчас нет, вообще нет никаких запретных имен и названий. Все врет, сказала сзади Эллендейя, все врет. До Олега это, конечно, дошло, но он сделал вид, что не слышал, явно при этом смутившись. Вот, например, у нас в журнале, продолжил он, мы решили печатать Платонова. Мы не спрашивали ни у кого разрешения и вообще думали только о том, с чего начать, с Котлована или Чевенгура. Опять врет, сказала Эллендейя. Я ее спросил, почему же врет? Наверное, так и было. Если даже так было, все равно врет. Зато Битов всем очень понравился. Высказал мысль, которую через год довез и до Мюнхена, что с наступлением свободы все сразу опубликовано и больше печатать нечего. Ему был задан вопрос всех волновавшей, а будут ли печатать в СССР Солженицына. Битов тут же извернулся самым ловким образом. Ну, Солженицын это такое огромное явление, он сам по себе целое государство, а государство с государством как-нибудь договорятся без нас. И этим трюком сорвал аплодисменты. Мне было стыдно за выступавших и за аудиторию, которой гости так легко скормили свою Микину. После этого на улице Олег подошел ко мне и, не глядя в глаза, спросил, как мне понравилось его выступление. Ты ждешь честного ответа или какого, спросил я. Тут он начал лепетать что-то жалкое, что никогда не был в Америке, а если будет прямо отвечать на задаваемые вопросы, его сюда больше никогда не пустят, и тогда сюда будут ездить те, кто ездил раньше. Ну да, сказал я ему. Ты можешь быть прав. Если ты не будешь врать, тебя, возможно, не будут сюда пускать, будут пускать старых врунов, но по мне, пусть лучше врут они, а не ты. Я думал, он будет возражать, спорить, ругаться, а он еще больше смутился и стал говорить. Да-да, ты прав. Я на этом могу потерять репутацию. Не знаю, понятно ли, почему я так болезненно воспринимал подобные встречи, но, во-первых, я вообще ненавижу лгунов. Во-вторых, когда врет мой товарищ, он так или иначе приглашает меня в соучастники. Другие люди, зная о наших отношениях, интересуются моим мнением о том, что он говорит. И что, я из солидарности должен врать вместе с ним? Еще одно важное для меня соображение. Эти путешественники даже не понимали, насколько их ложь была направлена прямо против меня лично. Если в России все хорошо и печатают вообще все или все достойное, это значит, что у меня тоже там все в порядке, что меня тоже там печатают или то, что я пишу, как правильно утверждал Залыгин, недостойно того, чтобы быть там напечатанным. Олег мне сказал, что их перед отъездом инструктировали, как вести себя за границей, советовали вести себя естественно и говорить все, что думают, но они, предполагая, что начальство ожидает от них правильной мысли, говорят то, что, как им кажется, они, по мнению начальства должны. Так, я записал тогда, и сейчас могу сказать, что, к сожалению, это коснулось и Олега, человека по натуре честного, но временно поддавшегося искушению благами, которых раньше он не имел. Вахауф Геноссе Критикер Роман не принес мне ни больших тиражей, ни крупных гонораров. Хотя в американской печати отзывы были привычно хорошие, вплоть до восторженных. Из отзывов в немецких газетах я запомнил только рецензию некого Клауса Петра Вальтера. Самый почитаемый немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он напечатал статью «Спи спокойно, товарищ читатель». Не буду говорить о качестве статьи, в которой от начала до конца я сравнивался с боксером ниже среднего веса, вышедшего на заведомо проигрышный бой с тяжеловесом Александром Зиновьевым. Поплясав долго на боксерских аналогиях, критик решил меня свалить в нокаут и нанес следующий словесный удар. Он, то есть я, мог вызвать на соревнования чемпиона Зиновьева, только будучи совершенно ослепленным и переоценивая себя, потому что он вступил на ринг уже фактически проигравшим. Своим Иваном Чонкиным Зиновьев создал фигуру, которая заслужила сравнение с бравым солдатом Швейком Ярослава Гашика. Такой подарок я не мог не принять. Я написал в ответ «Проснись, товарищ критик, проснись и запомни». Литературной критикой, так же, как и судейством на ринге, нельзя заниматься без определенных познаний в этом предмете. «Проснись и запомни, что Гамлета написал не Шиллер, войну и мир написал не Достоевский, волшебную гору написал не Бальзак, а Ивана Чонкина написал не Александр Зиновьев, а я, Владимир Войнович». 19 марта 1988 года Штогдорф. Язвительные отклики направили в газету члены Баварской академии Хорст Бинек, Барбара фон Вульфен и кто-то еще. Ни один из этих откликов не был напечатан. Мое мнение об ответственности немецкой прессы и точности излагаемых ею фактов после череды печальных разочарований осталось не слишком высоким. Жизнь моя кинематограф. С Катей Краусовой и Эриком Абрахамом я познакомился в Лондоне у моего приятеля Игоря Голомштока. Судя по сопоставляемым датам это случилось не позже начала 1987 года оказалось Эрик и есть тот загадочный человек который с года в год покупает право опшен на Чонкина и приносит мне небольшой постоянный доход. Не зная его лично я представлял себе английского чудака который не знает куда девать деньги оказалось у чудака вполне земные планы. Сначала о происхождении пары Катя Словачка точнее словацкая еврейка дочь если я правильно помню бывших до 1968 года партийных деятелей Эрик сын южноафриканского адмирала и тоже еврейского происхождения оба работали на BBC делали фильмы для компании но затем решили заняться этим же самостоятельно Чонкина открыла Катя убедила Эрика что это стоящая вещь Эрик прочтя книгу с ней согласился и считал что Чонкин универсальный характер понятный всем потому и взялся за дело без реальных денег начал с поиска режиссера и актеров на главные роли понимая что если найдет подходящих то под них найдутся и деньги уговаривал Милоша Формана тот после долгих раздумий отказался нашел Михаила Барышникова который хотел сыграть Чонкина кто-то не верил что Барышников с его красивыми ногами сможет играть Кривоногого Чонкина но Эрик утверждал что Барышников сыграет и Кривоногого познакомившись с Катей и Эриком я все еще сомневался в реалистичности их затеи в сомнениях и уехал но дело как ни странно вдруг пошло Эрик первым делом предложил мне написать сценарий и я написал потом мы вместе летали в Нью-Йорк встречаться с Барышниковым я его стеснялся он меня как я понял тоже мы между собой даже и не поговорили только поглядывали друг на друга под Барышникова в Голливуде давали большие деньги но все еще не было режиссера радости и надежды в начале 1988 года из Москвы пришло письмо от неожиданного отправителя здравствуйте Володя не знаю помните ли вы меня нас когда-то тысячу лет назад знакомил К. Воинов у меня возникла одна идея я давний поклонник вашей книги похождения Ивана Чонкина и мечтаю осуществить ее экранизацию осуществить эту постановку дело непростое но думаю в принципе возможно у нас сейчас много изменилось в лучшую сторону чтобы это стало реальностью очень многое зависит от вас на данной стадии это моя частная инициатива напишите мне что вы думаете по этому поводу если вы пришлете положительный ответ я начну действовать с дружеским приветом Эльдар Рязанов Москва 26 декабря 1987 года понятно это письмо спокойно меня оставить никак не могло Рязанов хочет поставить Чонкина в Москве неужели это возможно письмо Рязанова меня взволновало и немного покоробило я не люблю когда приключения Чонкина называют похождениями и терпеть не могу когда Чонкина называют бравым солдатом он не бравый и его судьба не похождения а приключения тем он существенно отличается от Швейка то что Рязанов употребил слово похождение то есть не чувствует существенной разницы между двумя определениями мне не понравилось но я счел возможным закрыть на это глаза потому что возможность возвращения в Россию меня волновало больше чем перспектива экранизации вероятно между сохранившимся письмом Рязанова и моим ответом ему у нас был еще какой-то контакт где и упоминалась возможность моего примирения с Родиной я ему ответил с максимальной вежливостью он мне здравствуйте а я ему многоуважаемый он мне Володя а я ему Эльдар Александрович приложение номер 8 разумеется об интересе Рязанова к постановке фильма я тут же сообщил Эрику он заинтересовался но дожидаться пока предложение Рязанова будет подкреплено делом он не хотел и не мог и предложил мне в начале июля опять съездить в Нью-Йорк для очередных переговоров не помню с кем а дальше возьму кусок из замысла поворот сюжета описывать жизнь сочинителя вне его замыслов столь же бессмысленно сколь жизнь шахматиста без сыгранных выигранных проигранных и недоигранных партий замысел этой книги возник когда он возник я право уже и не припомню тут может быть никакого определенного момента и не было как не бывает наверное момента образования облака но во всяком случае когда-то он все же возник и медленно тлел в сознании пока в июне 1988 года не прорезался при таких приблизительно обстоятельствах автор этих строк которого обозначим инициалами ВВ совершал очередную прогулку в пределах рощи Форсткастен которая начинается сразу за уже прославленным нами Штогдорфом под Мюнхеном а сама эта роща еще ничем не прославилась хотя говорят и один местный житель страстно в том ВВ уверял что именно в этой роще охотился когда-то Владимир Ильич Ленин и даже известно место где охотник соорудил может быть свой первый в жизни шаваш теперь рощу Форсткастен с именем вождя мирового пролетариата ныне развенченного связывают только отдельные специфически подготовленные эрудиты тысячам же бабарцев эта роща знакома расположением в ней популярного в здешних местах Биргартена то есть пивной на открытом воздухе охотно посещаемой и автором книги замысел и сейчас авторская прогулка могла бы закончиться в этом самом Биргартене если бы неожиданный поворот сюжета не предопределил ей иное более интересное завершение передвигаясь в сторону указанного заведения ВВ обдумывал план своей предстоящей поездки в Америку где он собирался встретиться с важными людьми по важному делу которое важными людьми могло быть подвинуто в желательном направлении предвкушая будущий свой разговор с важными людьми и отбирая для него наиболее убедительные аргументы ВВ из спокойного состояния переходил в возбужденное размахивал руками бормотал что-то себе под нос когда в груди у него и не слева а ровно посредине возникло и стало нарастать непонятное жжение с одновременной отдачей в локте и одеревенением губ ВВ показалось что в него вставили кипятильник и он весь сейчас закипит испытывая столь незаурядное ощущение он прислонился спиной к ближайшей сосне а ноги стал выдвигать вперед трава была скользкая после дождя ноги поехали спина притормаживала и автор плавно опустился в мокрое там где стоял пока он опускался все его предыдущие планы показались ему совершенно ничтожными люди встречи с которыми он ожидал не стоящими ожидания и страна Америка недостойной того чтобы из-за нее претерпевать хлопоты длинного перелета ВВ сидел на мокрой траве упершись в нее руками смотрел как смешиваются в странном смешении деревья люди собаки и облака и вслушиваясь взывание недалекой сирены сказал смущенно склонившимся к нему лицам с бренд хир здесь печет кажется именно тогда на парусиновом лежаке реанимобиля визгливо оповещавшего о неотложности своего движения весь этот замысел возник перед автором с такой ясностью которая как говорят озаряет человека только на грани потери сознания с печенью в сердце в июле 1988 года в палату интенсивной терапии больницы района Богенхаузен в Мюнхене был доставлен русский писатель эмигрант который на плохом немецком языке с помощью дополняющих речь междометий и жестов изобразил жжение в груди вроде изжоги дежурный врач вызвал заведующего отделением доктора Кирша тот как выяснилось бывал в Румынии и потому считал себя осведомленным в родном языке пациента спокойный вечер сказал он войдя в палату хотя было всего лишь позднее утро имейте о чем пожалеть писателю было конечно о чем пожалеть ему было жаль бесцельно растраченных лет иллюзий денег и еще того что сорвалась поездка в Америку но он предположил что его спрашивают не об этом и догадался на что он жалуется я я сказал он охотно и хабе etwas пожалеть у меня есть о чем пожалеть es brand hier где печень спросил доктор продолжая свое упражнение в русском языке тут печень и положил руку больному на грудь nein испугался больной моя печень есть и здесь и показал на правую сторону своего живота вас озаботился доктор здесь тоже печень он встал со стула вотнул пациенту в живот все 10 пальцев и стал мять его словно месил тесто пока месил забавлял пациента беседой у вас в россии большие события перестройка гласность горбачев великий человек а его раиса очень шармантная дама подумал покачал головой здесь никакой печень нет здесь есть печень положил опять руку на грудь здесь повторил печень нет здесь есть больной заволновался он допускал что в результате нездорового образа жизни и чрезмерного употребления алкогольных напитков печень могла сместиться но неужели так далеко подумав он сообразил в чем дело но решил уточнить доктор вы имеете ввиду что здесь бренд то есть печет еволь сказал доктор довольный что его наконец поняли здесь печень а здесь не печет здесь нет печень согласился он и принялся делать больному кардиограмму кардиограмма оказалась нехорошей а в эстетическом отношении и совсем безобразной вместо привычных высокогорных зазубрин с острыми углами какие-то кривые ползучие волны словно проведенные пьяной рукой но вы не нуждаете иметь никакое волнение сказал доктор ласково сейчас будем сделать для вам айна шприц укол и вы будете стать совсем покойны после обследования проведенного с применением новейшей диагностической аппаратуры и введением в сердце катетера больного в сопровождении швестер Моники и дюжины заглядывающих ему в рот практикантов навестил лично профессор центра сердечно-сосудистой хирургии Майснер профессор поздоровался спросил про перестройку гласность Горбачева и Раису Горбачеву очень красивая прелестная пощупал пульс затем предложил каждому из студентов тоже пощупать при этом что-то им объясняя а затем выгнав их всех и швестер Монику в коридор профессор присел на край койки взял руку больного в свою и мягким голосом сказал что больной находится в худшем состоянии чем можно судить по внешнему виду артерии сердца почти полностью закупорены если ничего не делать то наиболее вероятный прогноз в ближайшие дни обширный инфаркт и увы профессор привел выражение своего лица в соответствии со смыслом слов летальный исход услышав такое больной как ни странно вовсе не испугался даже наоборот как бы возгордился и приосанился летальный это звучит красиво и очень значительно это не то что просто умереть или тем более сыграть в ящик отдать концы дать дуба откинуть копыты или что там еще слова летальный исход навевают представление о каком-то необыкновенном волшебном полете но сказал профессор у нас есть хороший шанс вас спасти мы можем сделать вам операцию из ноги вынем вену порежем на куски сюда вставим это рискованно но какая степень риска поинтересовался больной примерно один процент то есть девяносто девять пациентов из ста остаются в живых ну что ж склонился к согласию пациент давайте рискнем вот и хорошо заторопился профессор я думаю это наиболее разумное решение и тут же сунул на подпись неизвестно откуда извлеченную бумагу что в случае чего никаких претензий со стороны летально исшедшего не последует с этой бумагой профессор так суетился что у больного мелькнуло невольное подозрение а нет ли тут какого подвоха за годы жизни в германии он то и дело не извлекая из опыта никакого урока подписывал какие-то бумаги автоматически привезя с собой привычки выработанные в мире где всякие обязательства в том числе и закрепленные подписью мало что значит но здесь они как раз что-то значили в первую очередь их значение проявлялось в том что с его банковского счета бесконечно снимались платы за подписку на какие-то журналы от которых он никак не мог потом отвязаться за обслуживание копировальной машины которой у него давно не было за членство в обществе самаритян о которых он знал только что к городу Самаре они никакого отношения не имеют больной насторожился и решил для начала изучить бумагу внимательно но текст был длинный не во всех пунктах понятный и словаря под рукой не было а профессор стоял над душой то есть как раз сложилась такая обстановка при которой он и прежние бумаги подписывал больной взял услужливо протянутую ему ручку и коряво вывел свою фамилию которая в немецком исполнении удлинялась на целых три буквы и сразу полегчало теперь осталось положиться на судьбу и на мастерство профессора Майснера а там будь что будет в конце концов мы все равно приговорены к смертной казни и наши заботы о собственном здоровье есть попытка всего лишь отсрочить а не отменить исполнение приговора а один все-таки умирает швестера Луиза деревенская женщина лет сорока с квадратной фигурой и лицом настолько рязанским что кажется странным как-то она ни слова не понимает по-русски она пессимистка в благополучный исход чего бы то ни было кажется вообще никогда не верит а своим пациентам пророчит самое худшее мне когда я еще только-только был сюда привезен сказала подвешивая капельницу что у меня очевидно обширный инфаркт и врачи конечно сделают все что смогут но хорошо что я оказался не столь впечатлительным как наш знаменитый актер который несколькими годами позже выслушал в лондонской больнице подобный диагноз и немедленно умер после ухода профессора Майснера Луиза ввезла на тележке обед и поинтересовалась ну что сказал доктор плохо да он сказал что нужна операция о Луиза затрясла головой операция это очень опасно это ведь все-таки открытое сердце я раньше работала в хирургии я там кое-чего насмотрелась вам грудную клетку разрежут циркульной пилой и стала с большим удовольствием нагружать меня информацией о подробностях меня усыпят положат сделают надрез потом включат циркульную пилу грудную клетку резать не так-то просто пила визжит перегревается пахнет дымом горелым мясом кровь брызжет в разные стороны иногда даже заляпывает хирургу глаза потом все ребра вот так раздвинут сердце вынут и перережут артерии а вместо них из ноги вынут вену но перебил я Луизу профессор сказал что девяносто девять человек из ста выживают конечно конечно согласилась Луиза девяносто девять выживают и тут же покачала головой а кто-то один все-таки помирает впрочем она же сказала мне что у нее есть друг который после такой же операции ездит на велосипеде по 40 километров в день очень быстро и хорошо себя чувствует пожалуй тибрится и так больному было сказано что до операции он должен вести себя с исключительной осторожностью инфаркт может развиться в любую секунду поэтому из палаты выходить разрешается но ненадолго и не дальше этого коридора быть всегда в сфере видимости врачей ни в коем случае не курить он себе обещал что после операции бросит но пока продолжал курить и именно для этого несколько раз на дню прятался от врачей так что в случае катастрофических последствий курения врачи нашли бы его не скоро правда количество выкуриваемых сигарет он сократил и рассчитал так что в утро операции у него оставалась одна последняя сигарета он собирался ее медленно и с наслаждением выкурить и на том проститься с сорокалетней привычкой накануне вечером швестер Моника пригласила его в процедурную сказав будем бриться он взял в горсть собственный подбородок а что вам кажется я не брит она улыбнулась здесь да а там наверное нет а зачем спросил он меня же резать будут здесь а не там не знаю сказала она я не операционная сестра а дежурная но я знаю что так полагается стесняясь предстоящей процедуры он попросил у Моники бритву с тем чтобы исполнить все самому но она эту идею отвергла бритье должно быть качественным а ему самому ввиду сложной конфигурации выбриваемого места справиться с ним будет не так-то просто а у меня большой опыт сказала Моника она отвела пациента в процедурную уложила на стол покрытый клеенкой и стащила с него штаны он лежал в глупом виде верхняя половина одета а нижняя наоборот он лежал на спине с выставленным наружу этим беспредельно конфузись что у него это есть и что она такое жалкое скукоженное маленькое похожее скорее на детскую пипку чем на мужской детородный орган он совсем готов был сгореть от смущения когда Моника прежде чем дотронуться до надела очки словно без них такую малость смогла не разглядеть но он стал приходить в себя когда заметил что Моника относится к этому предмету как к любому другому в сфере ее внимания взяла двумя пальцами оттянула схватила баллончик фирмы жилет нажала на кнопку и из него словно из огнетушителя бурно полезла пена которая была щедро докрыта все пространство ниже пупа вокруг предмета и около отставила баллончик взяла безопасную бритву принялась за работу держа предмет в вытянутом состоянии поворачивала его туда и сюда как парикмахеры прошлого брея клиентов держали их за кончик носа почти 40 лет со времен прохождения пациентом военкоматских комиссий ни одна женская рука не касалась этого места со столь безличным к нему отношением выезд в небытие утром швестер Моника вкатила в палату кровать на колесах и предложила больному перевалиться со своего ложа на это пора ехать на операцию он признался сестре что хочет выкурить последнюю сигарету она сама была курящая и его понимала хорошо сказала она я сейчас сделаю успокаивающий укол чтоб вам не было страшно а потом по дороге в операционную в коридоре мы остановимся и вы совершите свое преступление она быстро сделала укол и вцепившись руками в спинку кровати толкнула ее в сторону распахнутой уже для выезда двустворчатой двери пациент запомнил как его тело проезжало между этими створками и на этом предложении можно оборвать не поставив ни точки ни многоточия поскольку сознание выезжавшего полностью растворилось в пустоте даже не озарившись напоследок никаким сколько-нибудь интересным видением возвращение в жизнь почти каждому пишущему свойственно преувеличивать свои правительские способности и наш писатель утверждает что его выход из небытия был им запечатлен лет за десять до описываемого момента в небольшом этюде названном им этюд точно как в том этюде открыв глаза он долго не мог понять где он и кто он новорожденный или обрубок переживший катастрофу и вообще человек ли в ограниченном объеме освещенного пространства некое существо совершало однородные движения а в таинственном мраке углов мерцали детали предметов не имевших названия вскоре названия стали откуда-то выпархивать и как бы приклеиваться к соответствующим предметам говоря ему это потолок это часы это женщина женщина в белом халате с белым лицом стояла над ним качала какую-то грушу потом что-то писала в журнале снова качала и снова писала после сложного умственного усилия он понял что это медсестра но не Моника она меряет и записывает его кровяное давление медсестра качала грушу писала в тетради и спросила без особого интереса как дела язык на котором был задан вопрос возвратил его сразу к реальности он хотел ответить что дела его идут хорошо для чего несколько раз открыл рот и закрыл но никакого звука этим не произвел его это не удивило не испугало не огорчило он смотрел на часы они показывали без четверти пять ему хотелось бы знать утра или вечера вигейтес как дела снова спросила сестра и он снова ответил беззвучно когда она задала тот же вопрос в третий четвертый раз он забеспокоился почему она спрашивает разве она не видит и не знает что он не может говорить он толкнул ее слабой рукой показал на ее карандаш изобразил витиеватым жестом что хотел бы воспользоваться этим предметом что изумилась она вы хотите писать вам пока нельзя писать видимо она знала о профессии пациента и вообразила что он собирается немедленно приступить к работе глядя опять на часы он попытался представить сколько прошло времени с тех пор как Моника вкатила ему укол и вспомнил про сигарету которую вероятно так и не выкурил и этот факт его странным образом взволновал он обещал себе что вот эту последнюю выкурит а после операции ни одной теперь ему представлялось что сигарету придется докуривать и это его огорчило нарушив обед один раз потом трудно остановиться вигейтес который уже раз спросила сестра чем его очень разволновало он цепился в ее карандаш и стал его выкручивать сам удивляясь что сила есть выкрутив знаком потребовал бумагу и в подставленную тетрадь вписал я не могу говорить тут же поняв что совершил постыдную грамматическую ошибку вместо буквы п и т звук ш изображается одной буквой с ах вы не можете говорить сказал сестра словно бы удивившись и тут же выяснилось что удивляться нечему я знаю что вы не можете говорить но вам и не надо ничего говорить у вас все в порядке вам сделали операцию все идет как надо и у вас в россии все хорошо перестройка гласность горбачев великий человек второе рождение я зашел вам сообщить что у вас все в порядке профессор майснер сидел передо мной сцепив на колени пальцы пальцы у него тонкие бледные поросшие темными закрученными волосками вы поедете домой потом если захотите отдохнете в реабилитационном санатории там вам будет очень хорошо а потом что потом потом нормальный образ жизни самое главное не набирать вес избыточный вес это наш главный убийца знаете у нас говорят обжора роет себе могилу зубами курить ни в коем случае если будете курить я вам гарантирую что все ваши проблемы вернутся через полгода поэтому я вас очень прошу я вас умоляю никакого никотина никотин это пакость никотин это он отвернулся в сторону никотин это тьфу-тьфу-тьфу изобразил он плевки словно выпуливаемые из пулемета вот что такое никотин никакого никотина и никакого алкоголя воспользовалась случаем и вставила свое ира преувеличивавшая мою зависимость от спиртного алкоголь можно сказал майснер очень немного уточнила ира алкоголь можно повторил профессор чуточку чуточку сказала ира алкоголь можно самую капельку алкоголь можно а путешествовать спросил я никаких ограничений пройдете курс реабилитации и куда угодно хоть в австралию или к вам в россию у вас там такие интересные дела увидите михаила горбачева передайте ему от меня привет я и моя жена очень большие его поклонники кстати сказать когда у него будут какие-нибудь такие проблемы дайте ему мою визитную карточку я за свою работу с него ничего не возьму профессор ушел а я стал переодеваться в вещи привезенной из дома Ирой швестер Моника стояла рядом мне надо было снять пижамные штаны и надеть нормальные цивильные брюки и хотя на мне были еще трусы я вдруг смутился и выжидающе посмотрел на швестер она перехватила мой взгляд тоже смутилась и вышла мне кажется это Моника к тебе неравнодушна плохо скрывая ревность сказала Ира естественно сказал я после того как она увидела меня таким какой я есть остаться равнодушной нет это никак невозможно никогда в жизни не думала что процесс переодевания может приносить человеку столько радости как приятно вместо пижамы и тапочек надеть нормальные штаны рубашку пиджак ботинки и выйти на улицу к живым людям среди которых быть не больным а прохожим тут я подумал и стал вспоминать сколько у меня было всяких попутных званий приложимых к моему имени новорожденный ребенок мальчик школьник эвакуированный пастух сторож пассажир ремесленник столяр молодой человек мужчина водитель допризывник новобранец солдат рядовой часовой караульный дневальный арестованный демобилизованный инструктор путевой рабочий плотник студент прогульщик редактор поэт прозаик писатель диссидент подозреваемый обвиняемый эмигрант иностранец бесподданный реабилитированный и еще если посчитать по крайней мере десятка два званий можно припомнить швестер Луиза выскочила из своей стеклянной дежурки обняла меня поцеловала и сказала возвращайтесь возвращайтесь мы вам будем очень рады спасибо швестер но я бы предпочел встречаться с вами где-нибудь в другом месте только не здесь конечно сказала швестер лучше не здесь но все-таки у наших больных часто бывают разные осложнения и они возвращаются это я понимаю сказал я но все-таки бывают люди у которых нет никаких осложнений кстати как ваш этот друг велосипедист мой друг воскликнула Луиза радостно сверкнув очами она обрадовалась конечно не своему грядущему ответу а тому что я напомнил ей о важном мой друг знаете мой друг уже третий день лежит в коме и никакой надежды добавила она в очень оптимистической тональности никакой 8 июня 1988 года без преувеличения можно назвать моим вторым днем рождения если бы не подоспевшие достижения сердечно-сосудистой хирургии и не личное мастерство профессора Майснера то весь мой век был бы 56 лет без малого жизнь после жизни пока я долеживал свои дни в больнице меня навещали разные люди а среди них и старый друг Саша Чудаков критик которого и его жену Мариэтту я знал с их молодоженства в коммунальной квартире в Сокольниках в 68 году мы были соседями по снимаемым дачам на станции отдых продукты возили естественно из Москвы Саша по утрам бегал на дальние дистанции забегал к нам завтракал после чего нам опять приходилось ехать за продуктами он был большой жизнерадостный полный сил и оптимизма в конце своей недлинной жизни написал неожиданно яркие воспоминания в Германию он попал в числе первых бывших невыездными а теперь выезжавших вел курс не то в Гамбурге не то в Кельне заехал в Мюнхен и вот нашел меня после него пришел Саша Перуанский принес московские новости номер 25 19 июня 1988 года со статьей Рязанова великодушие предлагавшие власти реабилитировать меня приложение номер 9 в этой статье Рязанов опять употребляет неточное слово великодушие проявляют к преступникам кем я все-таки не был вообще все письмо щедро сдобрено чисто советскими демагогическими приемами и оборотами вроде слов наше великое государство и существительное и прилагательное с большой буквы я таким стилем никогда не владел оттого и судьба моя сложилась так как сложилось в данном случае я говорю не в похвалу себе и не в укор Рязанову человек работавший в советском искусстве если хотел чего-то легально добиться а я когда-то хотел должен был уметь разговаривать с советскими чиновниками на понятном им языке используя принятые демагогические обороты ритуальные выражения и к месту употребляя заглавные буквы потом я узнал что Рязанов все свои шаги делал только с разрешения высшего начальства даже на написании первого письма мне и спросил разрешение у тогдашнего второго человека в политбюро Александра Яковлева тот разрешил с оговоркой что Рязанов должен подчеркнуть что это письмо его частная инициатива что тот и выполнил прочтя статью Рязанова я опять соединился с Абрахамом взбудоражил его он наконец Рязановым серьезно заинтересовался откликнулся начались реальные переговоры русско-турецкая борьба а я пока восстанавливался после операции бросил курить сделать это оказалось гораздо легче чем я ожидал сколько раз сокращал бросал возвращался к прежней норме пачка в день правда последнее время уже организм курения не принимал по утрам я еле-еле со страшным бульканием втягивав себя воздух и все-таки едва просыпался рука тянулась к сигарете после операции я думал примерно так 56 лет уже прожил можно и умереть но умирать из-за этой маленькой вонючей вещи которая называется сигаретой и мне вдруг стало противно курить курильщики стали вызывать во мне сочувствие особенно курящие на морозе в больнице после реанимации я делил палату с турком который насколько я понял был контрабандистом или по-немецки шмуглером закупал в Турции поддельные роликсы и бригеты и завозил их в больших количествах в Германию этот едва смог сползти с кровати начал курить приоткрывая окно курил возникал сквозняк и тяга влекла дым странной траектории через меня к двери я просил Турка не курить он продолжал я ему предлагал если хочет покончить с жизнью прыгнуть прямо в окно потом сползал со своей кровати шел к нему и плечом отталкивал его от окна это наверное смешно было смотреть со стороны как пихают друг друга два еле стоящих на ногах доходяги Турка часто навещала жена одетая по-европейски в джинсы когда она уходила Турок жаловался что она у него одна по его мнению оптимальное количество жен равнялось трем две мало четыре много иногда он мне грубил но я на него не обижался однажды в ответ на какую-то мою фразу он с презрением сказал подумаешь профессор а я профессор и есть сказал я ему практически в шутку но он без шуток сразу поверил перешел со мной на вы и стал менее разговорчив его выписали на день раньше меня он меня обнял и прослезился две смерти месяц я восстанавливался в санатории не курил держал диету что было нетрудно больных кормили по трем нормам на выбор строгая диета 800 калорий не строгая 1200 и вообще без диеты я выбрал 1200 и за три недели похудел на 8 килограммов за это время написал сценарий Почонкину и получил от Эрика 75 тысяч долларов в тот год случились две ранившие меня смерти в феврале умерла моя первая жена Валя и потом долго снилось мне смотрящий на меня молча смиренно с ним им укором от которого я просыпался с чувством неисправимой вины а в конце моего пребывания в санатории Ира привезла весть о самоубийстве Вали Петрухина которая показалась мне глупым нелепым и если можно так сказать несвоевременным я ведь предчувствовала что уже скоро-скоро увижусь со многими дорогими мне людьми и Петрухин в этом воображаемом коротком списке занимал одну из первых строчек если иметь ввиду то что называется здравым смыслом то гибель его была ничем не оправдана на волне перестроечных перемен он занялся цветочным бизнесом одолжил много денег завез с юга огромное количество цветов что-то продал что-то у него пропало он решил что банкротился впал в депрессию и осуществил давно задуманное сидя ночью в дубнинской гостинице написал предсмертную записку и прыгнул с девятого этажа после смерти оказалось что для фаники у него не было никаких оснований дела его были не блестящи но и не так плохи как ему показалось несмотря на плохое ведение торгового дела он был в небольшой прибыли ценный кадр с немецким паспортом после санатория я был приглашен в Лондон куда одновременно из Москвы приехал Рязанов с делегацией Мосфильма об этом будет дальше в моем открытом письме Рязанову для которого возникнет причина а пока все идет хорошо Рязанов с делегацией приглашен в Москву после чего Эрик Катя и я получили приглашение в Москву как раз перед этим случайно и счастливо совпало я получил немецкий паспорт перед тем узнал любопытную вещь посол СССР Юлий Ковидинский звонил министру внутренних дел Баварии и просил в выдаче мне паспорта отказать почему спросил министр потому был ответ что он для нас ценный кадр и мы не хотим его терять ценному кадру еще полтора года не возвращали советского гражданства но все-таки события пока развивались в желательном направлении еще в конце 1987 года в Мюнхен приезжал Виталий Коротич мы встретились познакомились после чего он уехал с обещанием печатать меня в огоньке и если не ошибаюсь осенью следующего года опубликовал отрывки из Чонкина а в декабре первую книгу романа запустил в юности Андрей Дементьев за ним ко мне обратились редакторы Дружбы народов Сергей Боруздин и Октября Анатолий Ананьев В марте 1989 когда первая книга Чонкина была уже полностью напечатана я получил немецкий паспорт и собрался в Москву получил трехнедельную визу Ира с Олей были еще беспаспортные но визы дали и им собираясь в дорогу посетили аптеку в Планнеге поселке с соседним Штокдорфом хозяин этой аптеки всегда относился к нам благожелательно и часто давал для Москвы лекарства без рецептов и со скидкой чего нельзя было получить в других аптеках теперь у него была тоже просьба его племянник большой болельщик советской хоккейной команды хотел бы получить от кого-нибудь из наших игроков автограф я выслушал просьбу сказал что не представляю себе как ее выполнить потому что ни с одним хоккеистом не знаком но если представится возможность то о просьбе не забуду бескомпромиссные судьи перед отъездом меня и Иру пригласил к себе Эдик Кузнецов мы пришли там были Зиновьевы он и она Максимов и максимовские поклонники некий бывший советский врач с женой разговор зашел о моей предстоящей поездке Максимов сурово меня осудил сказав что будь я принципиальным человеком то поставил бы советским властям условие что приедут только после того как будет напечатан Солженицын если бы к тому времени я был таким каким был лет за пятнадцать до того то возможно и устыдился бы своего эгоизма но я уже немного поумнел и потому сказал что согласен поставить подобное условие если Солженицын в свою очередь объявит что не будет печататься пока не издадут Чонкина опять были дурацкие вопросы неужели я настолько наивен что верю Горбачеву я повторил то что уже говорил другим что Горбачеву верю или не верю не важно важно что верю в общий ход истории желаю нынешним событиям сколько могу способствовать и ради этого готов на компромисс в разумных и допускаемых моими представлениями о чести и совести пределах слово компромисс в присутствующих вызвало большое волнение доктор ставший бескомпромиссным вдали от советских границ его жена при слове компромисс презрительно кривили губы Зиновьев стал выкрикивать что-то агрессивное а ты что никогда не шел ни на какой компромисс спросил я его я воскликнул он возмущенно на компромисс Оля призвал он на помощь жену Оля тоже изобразил на лице потрясение что кто-то мог подумать будто Зиновьев принципиальный Зиновьев когда-нибудь был способен позволить себе такую слабость как компромисс а он неудовлетворенной поддержкой бегал по комнате и с возмущением повторял я компромисс я тогда я задал следующий вопрос а ты в партию КПСС вступал по глупости или из практических соображений компромисс это был или рассчитанный карьерный поступок он растерялся и замолчал признаться в практических соображениях ему не хотелось но и согласиться с тем что был дураком натура не позволяла тем не менее спор наш продолжился и в процессе его Максимов сказал мне что он в отличие от меня человек независимый заработал денег столько что хватит детям и внукам ему от них ничего не надо а мне надо и я им служу обвинение в служении им было в наших кругах большим оскорблением мы с Ирой поднялись и ушли молча но дома лестничный юмор я подумал что зря не ответил следующим утром я позвонил Кузнецову и попросил к телефону Максимова оказывается он уже уехал но пока не в Париж а к этим своим докторам жившим возле Ахина хорошо сказал я если будет звонить передай ему пусть когда доберется до дома заглянет в почтовый ящик и тут же написал и отправил ему по почте записку в которой сообщил что денег я правда много не заработал потому что в отличие от него не служил ни вашим ни нашим имей ввиду Кочетова у которого он был членом редколлегии и Шпрингера зарплата от которого стала основой наследства для детей и внуков Кузнецов Максимова тут же разыскал а тот позвонил мне с дороги привет Максимов ну что вчера неплохо посидели тебе кажется а что по-моему все в порядке нет Володя сказал я не все в порядке а что такое ты сам знаешь что такое а если не знаешь приедешь прочтешь узнаешь и он тут же отступил начал страстно меня убеждать как высоко он ценит меня мои гражданские литературные и прочие качества а вчера ну что ну выпили поспорили стоит ли принимать близко к сердцу сказанное по пьянке из горяча разговор кончился просьбой разойтись с миром и даже дружески и позволить ему отправить мое письмо назад не читая я сдался и разрешил письмо и в самом деле вскоре вернулось ко мне в нераспечатанном виде еще раз о компромиссе в искаженном сознании некоторых наших романтиков настоящих бывших или только воображавших себя романтиками компромисс это нечто постыдное на самом деле компромисс это необходимое условие существования человека в человеческом обществе полностью безкомпромиссных людей не бывает крайняя бескомпромиссность граничит с идиотизмом с другой стороны компромисс может переходить грань за которой начинаются конформизм и беспринципность я всю жизнь старался быть честным во всех отношениях то есть был конечно далеко не безгрешен кому-то не проявлял достаточного внимания кого-то зря и может быть даже сильно обидел но при этом не крал не лгал ради корысти или карьеры не кривил душой не наушничал не плел интриг не пытался занять чужое место и имел некоторые принципы от которых как правило не отступал но на какие-то компромиссы в пределах допускаемых моими понятиями о чести и совести соглашался и не вижу причины стыдиться этого одна дама считая очевидно себя особой бескомпромиссной вопрошала меня а кто же за вас будет определять границы компромисса до которого вы можете дойти я ответил за меня никто только я сам есть государственные законы регулирующие поведение человека но можно быть очень большим негодяем не нарушая этих законов и даже усердно их исполняя но в нормальном человеке есть внутренние ограничители на них всегда следует полагаться есть люди у кого ограничители работают недостаточно или вообще отсутствуют например некто лишен совести и готов переступить через многое такого человека следует считать просто уродом любые его поступки даже самые постыдные с общей точки зрения нельзя считать компромиссом говорят имерек допускает много компромиссов со своей совестью на самом деле если у него нет совести значит нет и компромисса компромиссы совестью явление редкое случающееся совестливыми людьми поставленными в сложные условия что же касается наших бескомпромиссных борцов то они когда поняли наконец что в России происходит все-таки что-то серьезное ринулись туда без всяких условий Зиновьев вернулся под красное знамя стал своим человеком в КПРФ а Максимов всегда уважавший высокое начальство и стремившийся к дружбе с президентами и премьер-министрами сначала подружился с пробывшим недолгое время на посту шефа КГБ Валентином Бакатиным а потом и с самим Горбачевым и даже с переходом на ты тоже поменял ориентацию стал печататься в правде призывал к терпимости что есть вид компромисса и решительно обругался Лженицына на что раньше не решался назвав красное колесо оглушительной неудачей ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ ОБРАТНЫЙ РЕЙС ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР И ПРАВО НА РОДИНУ Пол Павликовский или по-нашему Павлик еще года задве до того задумал сделать обо мне фильм для Би-Би-Си примерно такой же какой перед тем сделал о Вацлаве Гавеле тогда чехословацком диссиденте жившем под домашним арестом идея фильма обо мне состояла в том что он был о человеке который навсегда покинул свою родину не имеет никаких шансов вернуться кроме как в своих несбыточных фантазиях отсюда наравне с картинками моей реальной жизни сцены из Москвы 2042 в которых каким-то образом достигнут тот эффект что обыкновенный взлетающий Боинг видится как межпланетный корабль а обыкновенная советская столовая очень похоже на описанный у меня в романе Прекомпит где людей кормят свининой вегетарианской чтобы проверить такой ли будет Москва в будущем как описано у меня Павлик поехал в Москву того времени и встретил там людей прошлого которыми были тогда очень привлекавший к себе внимание монархист и агрессивный националист Дмитрий Васильев полковник Рудской и два советских писателя Михаил Алексеев и Иван Стаднюк среди задаваемых Павликовским вопросов были и об отношении опрашиваемых к Чонкину и его автору разумеется мнения отвечавших о том и другом были отрицательны некоторые из них теперь звучат смешно Стаднюк например сказал а кто такой Войнович его никто не знает выйдите на улицу и спросите кто знает Войновича ну может быть один из тысячи а меня знает каждый второй пока Павлик снимал фильм события в Советском Союзе менялись и доменялись до того что и мне с новым немецким паспортом аэрофлот продал билет в Москву из Москвы я улетал рейсом 257 возвращался обратно 258 как будто не было между рейсами 9-летнего промежутка в Москве съемочная группа BBC была среди встречающих то есть за барьером после зоны таможенного досмотра к досмотру стояла очередь часа на два чемоданы всех стоявших в ней обыскивали тщательно и методично вынимали каждую тряпку по одной стряхивали смотрели на просвет я никогда не страдал манией величия но не забыв еще старого опыта общения с КГБ предположил что причина очереди мое появление в ней меня встречали помимо Марины Паши Сорновых Виноградовых Биргера Тани Бек Чухонцева и узнаваемые публикой лица Рязанов Смехов Кваша кто-то из них кажется Кваша подошел к таможенникам посуетился по его словам лицом то есть дал им возможность себя узнать сообщил что в очереди стоит некто то есть я а его ждут друзья журналисты включая известных людей и на данном фоне устраивать цирк просто глупо неприлично и самим же себе не на пользу потом к ним подходили и Смехов и Рязанов таможенники держались хмуро никого узнавать не хотели слушать тем более и с прежним упорством рылись в чужих чемоданах наконец дошла очередь до меня Иры и Оли нас обслуживала целая бригада женщина член бригады швырнула Ире обратно ее декларацию сказав что она не вписала туда свои два кольца и расспросила а разве надо а то вы не знаете иронически отозвалась таможенница Ира действительно не знала потому что в ее опыте пересечения границ требования вписывать в декларацию кольца не было тем временем трое таможенников приступили к потрошению моих чемоданов рылись старательно с выражением лиц предвкушающих что найдут что-то очень недозволенное таможенными правилами взглянув на главного я изобразил радостное удивление и воскликнул ооо какое знакомое лицо когда я уезжал это же вы точно так же рылись в моем чемодане он задергался нет это был не я как же не вы вы я вас хорошо запомнил он продолжал отрицать и я видел что он в этой ситуации чувствует себя очень неуютно дав ему еще немного подергаться я сказал а что вы на этом чемодане сосредоточились трусами моими трясете что вы из них надеетесь вытрясти криминал так он у меня не здесь а в том чемодане а что за криминал наивно заинтересовался таможенник криминал это мои книги он обрадовался ему действительно надоело перетряхивать мое исподнее давайте ваши книги прикрепленный к бригаде услужающий расторопно поднес указанный чемодан я открыл цифровой замок таможенник откинул крышку первая книга была Чонкин таможенник почтительно подержал ее в руках сказавший благожелательно ну какой же это криминал сейчас у нас Чонкина все читают тем он уже признался что все-таки знает кто я такой следующий титул Москва 2042 был таможеннику вероятно еще неизвестен он книгу тоже подержал и отложил в сторону название книги антисоветский советский союз его явно привело в замешательство он книгу просто выронил из рук и сделал вид что название не дочитал до конца впрочем тут же объявил что таможенная процедура закончена встречавшие схватили чемоданы кому какой попался и потащили их каждый к своей машине после чего мы поехали в старческий дом ветеранов кино где доживали свой век Евгений Габрилович Рина Зеленая и другие престарелые кинематографисты жили впрочем в неплохих условиях у каждого была своя отдельная квартира со своей мебелью и библиотекой вообще это было похоже на гибрид богадельни с санаторием врачи медсестры общая столовая где по утрам полной официантки развозили между столами манную кашу и омлеты нам стараниями Рязанова была приготовлена в доме двухкомнатная квартира когда мы туда приехали выяснилось что чемодан с книгами пропал дальнейшие поиски его успехом не увенчались я был уверен тогда и уверен сейчас что чекисты его просто выкрали что в общей суматохе сделать было несложно когда разные люди тащили разные чемоданы к своим машинам за ними никто не следил так один чемодан и уехал в сторону в аэропорту кроме команды Павликовского встречала меня и съемочная группа первого канала советского телевидения они торопились дать новость в эфир корреспондентка поднесла микрофон к моим губам спросила кому я хочу сказать спасибо за свой приезд я сказал что Рязанову я благодарен за его отдельные усилия но в принципе эта страна принадлежит мне по праву рождения и за приезд в нее я не должен благодарить никого телевизионщики смотав кабели понеслись в Останкино но им по рации мобильных телефонов еще не было сообщили что они могут и не спешить потом в своих бесчисленных публичных выступлениях я повторял то же утверждение что я никого не благодарю за возвращение на родину это осуществилось мое право а за право не благодарят как я слышал о моих выступлениях много говорили большинство слушавших меня людей воспринимали мои слова как дерзость а некоторые как проявление неблагодарности но в данном случае я считал себя обязанным внушать людям уважение к собственным и не каким-нибудь а к самым фундаментальным правам разговор с глухими а выступать и правда приходилось много дом культуры меридиан дом литераторов дом кино дом ученых дом культуры авиационного института некоторые залы вмещали по тысяче и больше человек в Ленинграде октябрьский зал около пяти тысяч человек и такой же в Киеве и все были набиты битком в меридиане едва я начал выступление мне подали целую пачку записок в первый автор просил меня отвечать на все вопросы подряд не сортируя их на угодные и неугодные во второй был вопрос о том какие фрг существуют законы против занятия евреями государственных должностей я ответил что с тех пор как составители подобных законов были повешены в Нюрнберге доступ евреев и неевреев к любым должностям открыто одинаково третий вопрос был похож на первый я ответил автору что он что-то перепутал и не понимает что я приехал не из нацистской Германии а из современного европейского демократического государства четвертая пятая десятая и пятидесятая записки были написаны той же рукой я их отбросил и стал отвечать на другие один вопрос был задан мне в письме но я ответил на него как на записку автор считая меня истинным патриотом выражал предположение что если меня пустят назад в Советский Союз я буду готов ползти туда хоть на брюхе я отвечал что страна в которую надо ползти на брюхе не заслуживает даже того чтобы в нее въезжать в золотой карете на пресс-конференции в юности меня спросили что я думаю о понятиях родина и свобода я ответил что то и другое мне дорого но если выбирать между родиной и свободой то я выбираю свободу эти мои слова принимались как вызов но кого-то может быть заставляли задуматься на моих вечерах меня представляли то Рязанов то Сарнов много внимания уделяли мне Андрей Дементьев и его будущая жена Аня Пугач замечу сразу что хотя мы с Дементьевым были и остаемся вряд ли полными единомышленниками но его тогдашние заслуги в продвижении в печать прежде запрещенной литературы неоспоримы стараниями Дементьева и Пугач был устроен большой прием в юности телевизионная передача и вечер в доме литераторов первое большое телевизионное интервью я давал у входа в юность как раз перед этим ко мне подошел литфондовский врач Толя Бурштейн и вручил добытую им где-то стенограмму заседания бюро объединения прозы исключавшего меня из союза писателей я стоял перед камерой с этими пожелтевшими листками когда приблизилась Римма Казакова поэтесса бывшая когда-то женой Георгия Радова что это ты держишь спросила она вот сказал я стенограмма моего исключения на ее лице возникло выражение легкого беспокойства надеюсь там жорки нет осторожно спросила она как же нет возразил я вот он на самом первом месте хотя она разошлась с Радовым задолго до его смерти ей это было неприятно слышать пробормотав что-то о том что были такие времена она отошла Андрей Дементьев будучи как говорилось прорабом перестройки и в качестве главного редактора юности проявившим достаточную смелость и понимание момента все еще оставался советским человеком и представляя меня публике предлагал ей не слишком на меня сердиться Ленин сказал он учил нас терпимо относиться к нашим врагам и несмотря ни на что ценить их таланты разговаривая с советскими людьми в том числе и с теми кого я считал близкими друзьями я иногда начинал чувствовать что общаюсь с глухими слепыми или сумасшедшими или сам я глухой слепой сумасшедший меня очень часто спрашивали почему я не возвращаюсь я задавал встречный вопрос как они как они себе это представляют лишенный гражданства как я могу вернуться кто меня сюда пустит лишенный жилья где я буду жить люди это выслушивали и спрашивали но почему вы не хотите вернуться Лидии Корнеевне Чуковской и ее дочери Люше я целый вечер объяснял что вернусь как только мне вернут гражданство и жилье после чего Лидия Корнеевна подумала и сказала как жаль что вы не хотите вернуться это же очень важно чтобы оставались какие-то свои люди которые могли бы когда нужно хотя бы в аптеку сбегать Люша сначала не понимала почему я не возвращаюсь потом не понимала что за проблемы у меня могут быть жильем ведь квартиру очень просто купить за доллары за доллары у нас можно купить все если у меня эти доллары она не спрашивала предполагала видимо что есть и в неограниченных количествах герои и кавалеры много раз читал я в наших газетах и слышал по телевидению сказки о том как возвращавшихся политэмигрантов наши наивные соотечественники встречали с распростертыми объятиями и аплодисментами а потом поняли что обманулись не знаю как насчет других возвращавшихся но мое возвращение не выглядело так идиллически конечно были и объятия аплодисменты и добрые слова которые я воспринимал как естественные но ведь зло и это каждому ясно воспринимается острее чем добро а зла тоже хватало там и сям появлялись отзывы недружелюбные злые и разнузданно злобные вскоре после публикации Чонкина напала на меня группа ветеранов сейчас к этой категории людей благодаря усилиям так называемых наших я их отступив от строгой грамматики называю ихними привлечено повышенное внимание и часть общества поневоле задумалась кто же они есть эти ветераны и все ли они заслуживают однозначного уважения по-моему не все и не за все у нас существует группа старых людей почтительно и официально называемых ветеранами те из них кто еще в силах ходят на остаточные парады посещают места бывших боев выступают от имени павших и все это было бы ничего если бы они представляли всех воевавших в большой войне и победивших фашизм но они представляют только одну категорию ветеранов взлелеенных советской и теперешней властью они не только хранят память о наших победах поражениях и страданиях но отстаивают и сейчас и весьма агрессивно советский режим в его сталинском виде другие участники войны их большинство или погибли или остались инвалидами или прошли через немецкие плены советские лагеря и теперь доживают свои дни в нищете и безвестности эти люди в советах ветеранов не состоят или не играют там никакой роли и получается что у нас есть только один тип ветеранов которые выступают в качестве экспертов по всем делам имеют моральное право несогласных с ними людей преследовать и требовать расправы над ними только такие ветераны имеются в виду когда вообще у нас ссылаются на мнение ветеранов в 1995 году либеральный деятель перестроечных времен и мэр Петербурга Анатолий Собчак запретил в северной столице показ фильма о Чонкине потому что ветераны могли обидеться к слову скажу что как воевало большинство этих управляемых ветеранов неизвестно я думаю что не обижу героев если предположу что выживших больше среди тех кто воевал в обозах заградительных отрядах конвойных войсках и в толовом обеспечении но на меня в 1989 году вскоре после публикации Чонкина напали именно герои члены одесского клуба золотая звезда генералы герои советского союза один-дважды и кавалеры трех орденов славы за их прошлые подвиги я бы их уважал если бы они потрясаясь своими регалиями и опять-таки от имени павших не выступили как достойные презрения невежды и демагоги вылив на меня поток лживых никак не заслуженных мной обвинений они сами напросились на мой непочтительный ответ приложение номер одиннадцать которого вряд ли ожидали друзья критики и читатели некоторые из бывших друзей так и остались бывшими Игорь Виноградов его жена Нина в прошлой жизни были из тех немногих кто не боялся со мной дружить кто посещал меня в самые острые моменты моей диссидентской жизни когда я собрался уезжать Игорь помогал мне паковать чемоданы и отправлять через таможню книги но в наших отношениях уже произошла трещина и при встрече она и вовсе расширилась мой приезд Игорь отметил в московских новостях статьей которая мне показалась странной здравствуй Ваня сдержанно похвалив Чонкина которого как мне помнилось он хвалил раньше не сдержанно тут же обругал автора за Москву 2042 приличной встречи оправдывал Залыгина меня обвинил в том что мое письмо Залыгину было продиктовано не надеждой напечатать путем взаимной переписки а желанием разоблачить Залыгина сказать а вот слабо вам это напечатать моим уверением что это не так он не поверил потом сказал что Москву я написал для того чтобы угодить советской власти чего в моем романе мне кажется никто не видел ни тогда ни потом Игорю кто-то сказал что я хочу порвать с ним отношения он меня спросил не так ли это я честно ответил что не так но когда мы расстались я понял что при таком его понимании моих намерений и поступков мне поддерживать отношения просто неинтересно и скучно тоже было с Феликсом Световым он ко мне приходил несколько раз и пытался наладить дружбу я его принимал без упреков мы выпивали разговаривали но дружбы не возникало он жаловался Тане Бек опять повторял что любил меня до дрожи до сердцебиения но я помню что он обо мне когда-то написал не мог уже относиться к нему с прежней сердечностью Корнилов в отличие от Светова держался по-прежнему враждебно еще до моего приезда он написал напечатал стихи от начала до конца лживые и глупые помнишь блаженствовали в шалмане около церковки без креста всякий выпрашивая внимание нам о себе привирал спроста только все чаще склоняясь над кружкой стал ты гадать кто свой кто чужой кто тут с припрятанную подслужкой а не с распахнутой душой что ж осторожничать был ты вправе но как пивко от сырой воды неотделимый испуг от яви воображение от беды я никому не слагаю станции и никого не виню ни в чем ты взял уехал я взял остался стал быть разное пиво пьем стал быть баста навеки порзнь правду скажу ты меня потряс вроде бы жизнь оборвал как повесть и про чужое повел рассказ в чистых пивных где не льют у стенки все монологи тебе ясны и на каком новомодном сленге слышишь угрозы и видишь сны ну а шалман уподобен язве рыбную костью заплеван сплошь полон алкашной брехни и разве я объясню тебе чем хорош здесь опять порицание описываемого персонажа и почтение к себе самому персонаж судя по всему без особых причин стал пугливым осторожным и подозрительным а лирический герой наоборот с достоинством и распахнутой душой персонаж ни с того ни с сего взял уехал а герой взял остался и сохранил верность себе и шалману где льют у стенки и который уподоблен язве рыбную костью заплеван сплошь ложь этого рассказа в том что сам Корнилов был всегда нервным подозрительным и истериком впадал в панику при появлении у него милиционера когда я уехал а он остался мы были не в равном положении он был также исключен из СП и с ним могло что угодно случиться но многое не случилось у него не отключали телефон его не отравляли в КГБ и ему не предъявляли ультиматум зная его хорошо не представляю чтобы получив ультиматум он бы гордо его отверг меня не удивляла враждебность проявлявшаяся ко мне генералами чиновниками газетами и литераторами определенного сорта и писателями деревенщиками но и многие другие писатели журналисты казавшиеся мне людьми нашего лагеря тоже отнеслись к моему возвращению с очевидным недоброжелательством анатолий рыбаков не мог простить мне своей собственной подлости когда он выступал в 1970 году против меня на секретариате так или иначе пытались подмочить мою репутацию Евтушенко Битов критикесса из литературной газеты Алла Латынина написала лживую статью когда поднялся железный занавес о том что эмигранты не возвращаются очевидно не по политическим причинам их уже нет а по экономическим самого низкого сорта привыкли к западной колбасе и меня отнесли к представителям колбасной эмиграции которые не желают возвращаться а я уже жил в Москве в 20 минутах ходьбы от литературки когда-то реакция на мою первую маленькую скромную повесть мы здесь живем был поток рецензий от положительных до восторженных другие тоже попадались а теперь когда я вернулся с Чонкиным и другими книгами критики за редкими исключениями писали обо мне плохо или вообще ничего почти никто не сказал словами Аксенова как жаль что вас не было с нами корреспондентка литературки начала интервью со мной с утверждения что от Чонкина впечатления читателей разноречивые я сказал что за чушь это у вас в литературной газете и в среде штабных генералов разноречивые а читатели три с половиной миллиона экземпляров юности с Чонкиным расхватали и передавали из рук в руки когда я получил квартиру и делал ремонт ко мне шли сантехники электрики паркетчики они все до единого читали Чонкина некоторые критики Чонкина все-таки признавали мой тоже бывший друг Станислав Стасик рассадин не упускал случай легнуть меня хотя бы мимоходом о Чонкине отзывался снисходительно но с этого что я за границей ничего не написал кроме каких-то неинтересных сказок хотя именно там я написал Москву 2042 шапку пьесы трибунал эффективный брак несколько сот мелких рассказов статей фельетонов да и сказки мои слушателями радио свобода воспринимались очень хорошо почти везде где я выступал меня просили почитать именно сказки о том что лишенным гражданства надо его вернуть раздавались только отдельные голоса я запомнил высказывание на эту тему пианиста Николая Петрова и конечно Рязанова из писателей высказался кажется только один Виктор Астафьев назвал несколько имен о книгах моих и Аксенова отозвался очень неодобрительно но посчитал что тем не менее гражданство нам обязаны вернуть мне было все равно как относится Астафьев к моим писаниям я его тоже ценил не слишком высоко но если бы лишенным гражданства оказался он точно так же выступил бы в его защиту я был бы несправедлив если бы не сказал что были все-таки литераторы которые относились ко мне благожелательно это помогало мне не пасть духом от неожиданно многоголосого недоброжелательства но основную поддержку мне оказывали все-таки издатели и читатели первые мои книги охотно печатали а вторые охотно покупали радости и печали в доме ветеранов кино я познакомился с Олесем Адамовичем временно там проживавшим с его женой Ириной Комаровой вместе ходили на какой-то грандиозный митинг в Лужниках меня удивляли не сами митинги а сопутствовавшие им народное творчество лозунги плакаты и призывы вроде Борис Борис постоянный митинг с утра до вечера был у московских новостей шли споры за советскую власть и против я втиснулся в толпу вязываться в дискуссию не собирался но какой-то долговязый и длинноволосый молодой парень стал мне говорить что он за советскую власть я не выдержал и сказал что-то против он начал со мной спорить вгляделся в меня нырнул куда-то вниз через секунду вынырнул с Чонкиным в юности и попросил автограф меня еще по телевидению не показывали поэтому таким узнаванием я не был избалован в некоторых моих встречах со слушателями участвовал Веня смехов как-то он сказал мне что дружит с советскими хоккеистами я вспомнил о просьбе планнекского аптекаря и сказал что мне нужен автограф хотя бы одного из наших хоккеистов на другой день Веня явился с клюшкой исчерканной подписями всех членов советской сборной когда я передал эту реликвию моему аптекарю он заплакал от умиления и восторга эта поездка в Москву была омрачена встречей с сестрой Фаиной я думал что она в Керчи и надеялся дозвониться до нее по телефону а нашел ее в московской больнице МПС где ее лечили от рака крови я приехал в больницу и увидел не свою младшую сестренку а старуху в 45 лет она выглядела на 70 лицо землистое и сморщенное я не мог в полной мере осознать реальность ее положения после чудесного исцеления от рака моего отца я все еще верил что такое же чудо может быть и с другими а тем более с Фаиной ведь она на самом деле еще молодая женщина на целых 12 лет моложе меня но она понимала свое положение лучше Вова спросила она меня как ты думаешь я не жилец я не знал что для нее можно сделать она лежала в отделении в то время самого знаменитого гематолога кассирского ее лечащим врачом был мой старый знакомый не то же как говорили замечательный врач Лев и Дельсон я его спрашивал о состоянии Фаины он отвечал уклончиво и я все еще не представлял себе что она обречена после выписки из больницы я ее не мог приютить сам был бездомным отправил ее в Запорожье к Лене дочери моего уже покойного брата Вити когда сажал ее в вагон она опять спросила как ты думаешь я не жилец любовь до гроба и после гроба о том что Камил болен раком я впервые услышал в Штокдорфе вскоре после своего шунтирования и возвращения из больницы мне сказали что он лежит в клинике в Кельне куда его устроил Лева Копелев мы с Ирой навестили его там он был худ и бледен спокойно говорил о неизбежности близкого конца я и в данном случае держа в памяти случай с отцом не верил что это так фатально потом была встреча в Москве одна единственная у меня был такой плотный график что я только единожды выбрался к нему он выглядел лучше острил рассказывал анекдоты и я покинул его в уверенности что он выкарабкивается мой билет первого класса в Москву и обратно стоил почти ничего кажется тысячи рублей что по реальному курсу было не больше ста долларов на обратном пути был обед с коньяком стюардесса налила мне стаканчик я выпил закусил заснул проснулся стаканчик был опять полон выпил заснул проснулся опять полный так что я вернулся в Мюнхен выспавшись сильно на веселе и с клюшкой потрясшей встречавших меня Иру Люду и Эрика Зориных а затем и аптекаря я вернулся в Штогдорф полный радужных надежд на ближайшее будущее еще не успел приехать а Москва атаковала меня новыми приглашениями и предложениями с предвкушением чего-то хорошего я развернул очередную телеграмму и прочел в ней всего два слова Фаина умерла моя бедная сестренка ее жизнь была короткой и безрадостной позже летом умер Камил ему в Москве стало хуже он собрался ехать в Германию он сам считал что шансов спастись нет поэтому Ольга его жена спросила его может не стоит ехать но наверное надежда на чудо в нем оставалось он на Ольгу рассердился накричал и они полетели в самолете он впал в кому и находясь в ней был доставлен в больницу его положили на ту самую койку на которой за несколько дней до того умерла жена Копелева Раиса Орлова мы с Ирой прощались с ним в кельнском крематории Ольга и Копелев сошлись как мне показалось чуть ли не прямо на похоронах стали жить вместе очень скоро она обнаружила что он в свои 80 лет живет не только с ней а еще с одной из своих секретарш а может быть даже и не с одной Ольга выразила свое недовольство он не понял а в чем дело сказал он у меня всегда были любовницы а Райя не возражала Ольга тоже не возражала но собрала вещи и уехала в Москву Кеннон институт for advanced Soviet studies события 1989 сказывался так резко что в мае 1989 года КГБ завел на меня новое дело оперативной подборки я выражал желание вернуться в Россию но совсем но всякие предложения покаяться или попросить о возвращении гражданства по-прежнему отвергал работа над третьим Чонкиным у меня никак не клеилась материальное положение ухудшалось необходимость зарабатывать деньги на жизнь все больше отрывало от недовершенного замысла кто-то мне посоветовала я подал заявление в Кеннон институт на годовую стипендию профиль института назывался for advanced Soviet studies то есть здесь занимались углубленным изучением советского общества его политикой экономикой сочинителю там по идее делать было нечего тем не менее стипендию мне дали легко и мы Ира Оля и я опять собрали чемоданы и в сентябре переехали в Вашингтон сняли четырехкомнатную квартиру в Чеви Чейс формально это штат Мэриленд фактически продолжение Вашингтона квартиру эту помогли нам снять наши американские друзья Эндрю корреспондент Ньюзвик и Кристина Нагорские сами жившие в этом доме дом для нас очень необычный многоэтажный внизу магазин прачечная химчистка парикмахерская что-то еще на верхнем этаже фитнес-центр на крыше бассейн можно жить болеть и умереть не выходя из дома наша соседка так и делала не выходила продукты какие-то невидимки приносили и вешали у нее на ручки двери я ее никогда не видел но однажды вступил в переписку у нее всю ночь невыносимо громко кричал телевизор я подсунул под дверь записку с просьбой убавить звук после этого ответная записка была просунута под мою дверь извините я почти ничего не слышу я встречным текстом спросил не нуждается ли она в какой-нибудь помощи ответа не последовало через дом от нас жили советские журналисты и среди них был прославленный мной Сергей Сергеевич Иванько так судьба опять приблизила нас друг к другу советский аппаратчик и карьерист он теперь возглавлял журнал Soviet Life в качестве такового разъезжал по Америке рекламировал перестройку и сетовал на то что в Советском Союзе есть еще бюрократы старой закалки и прочие отсталые люди которые противятся нашей перестройке несколько лет спустя именно в Америке наш герой и закончил свои дни круг друзей наша социальная жизнь в Вашингтоне была довольно насыщенной там жили Василий и Майя Аксеновы мой друг известный югославский диссидент Михаила Михайлов новые друзья и успешные бизнесмены Саша и Ира Чепковские Джон переводчик и Лариса журналистка Глед корреспондент голоса Америки Зора Сафир и американские журналисты которых я знал еще по Москве Роберт Кайзер Алфред Френдли упомянутый выше Эндрю Нагорский и редактор моих изданий того времени Мари Арана замечательный редактор оказавшийся для меня тем кем была когда-то Ася Берзер Тогдашний муж Мари Ник Ворд был членом совета директоров известной гостиничной компании Мрёт Как только стало возможно он поехал в Москву с идеей построить там фирменную гостиницу Добивался разрешения построить ее на Красной площади В этом ему отказали и предложили место поскромнее Первый раз он вернулся полный разных впечатлений которые он начал отмечать еще при посадке в аэропорту Шереметьево Поэтому аэропорту говорил он вообще можно судить о советской экономике Там слишком много самолетов стоят на земле А они должны находиться в воздухе Не совсем поверив мне что я в Москве довольно известен он знаком с кем-нибудь спрашивал знают ли они такого-то получая утвердительный ответ сообщал собеседнику что я его друг Добиваясь разрешения построить в Москве отель Мариот Ник дошел до исполнявшего обязанности премьер-министра Егора Гайдара и спросил его знает ли тот Войновича Да сказал Гайдар Как я могу его не знать если он муж моей любимой учительницы В конце концов Нику удалось построить в России несколько гостиниц В первой из них Мариот Тверская он некоторое время был директором учил персонал работать с клиентами С видом на Капитолий Кеннон-институт или институт Кеннона или имени Кеннона был основан Джорджем Кенноном историком и писателем бывшим при Сталине послом в СССР задолго до него еще в девятнадцатом веке в России был послом другой Джордж Кеннон его дядя тоже писатель и тоже историк исследователь Сибири когда я спрашивал в честь которого именно Кеннона назван институт мне говорили что это неясно живущий живший тогда Джордж Кеннон не оспаривает первый вариант и не возражает против второго если я правильно понимаю Кеннон институт является частью института Смитсониан который управляет сетью музеев представляющих образцы достижения науки и техники в том числе космонавтики институт находится в замке Смитсониан то есть башня а в башне комната которую дали мне с видом на капитолий и на мол большое засеянное травой поле место массовых гуляний народа и обитания бомжей летом живущих просто на траве а зимой на крышках колодцев от которых идет какое-то тепло лучше иврит чем английский в Кеннон институте я уже выступал в 1981 году когда первый раз посетил Америку второй раз побывал там месяца за два до переезда в Вашингтон зашел в институт познакомился с директором которого зовут Блейр Рубл и ответ секретарем Тедом Теодором или попросту Федей Тарановским сыном гарвардского профессора Кирилла Тарановского с которым я тоже был знаком Блейр и Федя только что получили в институте свои должности говорили что представляясь Рублу Тарановский спросил как я должен себя называть чтобы вам угодить тот не задумываясь ответил называйте себя полтинник посетив институт перед окончательным переездом я поинтересовался дадут ли мне здесь компьютер или мне лучше привезти свой на котором я уже работал 4 года мне сказали что институт снабжен самыми лучшими персональными компьютерами AT&T и я получу один из них и действительно один из них я немедленно получил все было бы хорошо если бы я писал по-английски но и по-русски мне сказали проблем не будет Тед Тарановский дал мне два флоппи-диска тогда эти диски были величиной с ученическую тетрадь с русской программой я всунул их в компьютер ничего не произошло мне посоветовали обратиться в компьютерный отдел к женщине по имени Элоиз которая все наладит но проблем здесь работа на одну минуту уверенно сказала Элоиз придя ко мне и узнав в чем дело она тыкала тыкала пальцы в клавиатуру ничего не получилось обещала прислать на другой день инженера ерунда сказал инженер выслушав меня сейчас мы это сделаем за две минуты инженер тоже ушел ни с чем я продолжал общаться с Элоиз она была очень разговорчивой на завтра я вызвала специалиста из фирмы AT&T говорила она он между прочим давным-давно был моим любовником даже хотел на мне жениться но потом женился на другой и это было только начало длинной истории которую я выслушивал она приходила ко мне каждый день каждый раз с новым рассказом и вызывала все новых и новых специалистов наконец очередной специалист из фирмы AT&T сделал русскую программу работала она так ты пишешь текст но первая строка этого появляется на экране только после того как ты написал уже десятую я объяснил Элоиз что меня это не устраивает она просила не падать духом и сама не прекращала своих усилий после трех месяцев безрезультатных боев с моим компьютером разных специалистов прибежала радостная все ваши проблемы решены вам даст программу человек у которого она уже есть надо заметить что стипендию этого института получали люди разных профессий занимавшиеся проблемами советского союза и из разных стран литератор был я один генералу израильской армии продолжает Элоиз уже сделали программу и он готов отдать ее вам я смогу писать по-русски нет говорила она на иврите но мне же надо по-русски но это же все равно лучше чем по-английски в конце концов я купил себе маленький макинтош мак плюс с экраном размером в полторы пачки сигарет и стал работать дома еще через три месяца такой же мак мне поставили в моем кабинете но я уже привык работать дома и редко посещал свою комнату в башне хотя место было уникальное приехавший в Вашингтон фотограф Валерий Плотников решил сделать оригинальную фотографию под его руководством я затащил свой письменный стол на крышу поставил на него еще неизвестный советским людям предмет компьютер и со всем этим реквизитом едва не провалился но снимок сделанный с риском для жизни получился невыразительный из попыток написать третью книгу Чонкина ничего не вышло не написалась она тогда а написалась 20 лет спустя но те заметки что я делал в институте Кеннона мне пригодились и я задним числом приношу этому институту свою благодарность несостоявшийся фильм пока я устраивался в Вашингтоне закончились полным разрывом отношения Эрика Абрахама с Рязановым и фирмы Порто Белло с Масфильмом Эрику не понравился сценарий Рязанова выбор актеров и концепция фильма но вообще в этом конфликте появилась тогда еще полная несовместимость двух систем и мировоззрений Эрик был частное лицо и владелец частной фирмы а за Рязановым стояло советское государство когда дело дошло до разрыва Эрику стали угрожать и делать намеки о которых он мне сообщал с недоумением они мне говорят что я даже не представляю себе какие глаза следят за этим делом они что не понимают что мне наплевать какие глаза за этим следят я за годы эмиграции сильно отвык от советского мышления а точнее сказать и раньше им не очень владел и мне тоже многозначительные намеки на следящие глаза казались нелепыми смешными и даже жалкими а кое-что вызывало и отвращение на переговорах с массфильмом Эрик по моей просьбе включил в число условий для сотрудничества выдачу мне постоянной или многократной по крайней мере визы ему было высокомерно отвечено что вопрос о визе относится к числу не имеющих отношения к делу одного этого ответа для меня было достаточно чтобы вообще охладеть ко всей затее с фильмом и я охладел во всем случившемся Рязанов щел виноватым меня перед тем как заклеймить меня печатно он звонил мне и сильно ругался матерился обвинял меня в коварстве употреблял странные фразы вроде вы богатые а мы бедные мы бедные но благородные кто вы кто мы можно было только догадываться когда он запали сказал и страна наша благородная я понял что продолжать спор просто бессмысленно стоит ли объяснять что о благородстве нашей страны я был и остаюсь прямо противоположного мнения потом он написал и напечатал в огоньке статью как все было по его мнению очень посетовал что я уехал не пожалев что фильм о Чонкине не состоялся в России слава богу времена уже были такие что Огонек и мне позволил ответить в ответной статье отрезанный ломоть декабрь 1989 года приложение номер 12 я попытался объяснить Рязанову и читателям что если я в России все еще чужой если моя жизнь в ней не состоялась то о несостоявшемся фильме жалеть нечего вот такой был конфликт так он разрешился с тех пор было сделано два фильма о Чонкине английский односерийный с чешским режиссером Иржеменцелем и русскими актерами и российский телесериал с режиссером Алексеем Кирющенко с Рязановым мы давно помирились иногда на каких-то совместных как говорят тусовках встречались не кусались а теперь и вовсе стали соседями но не друзьями он насколько я понимаю остался при своем мнении а я при своем кроме того не в обиду будь никому сказано со временем стало совершенно очевидным что у нас заведомо ничего не могло получиться потому что я не его автор а он при всех его достоинствах не мой режиссер но это теперь не имеет никакого значения Москва Кремль Бурлатскому в институте Кеннона в советское время обычно получали стипендию и работали над своими проектами люди изучавшие положение в советском союзе но жившие в других странах первым появился корреспондент огонька Юрий Батурин скромный молодой человек вскоре сделавший головокружительную карьеру при Ельцине он был одним из авторов новой конституции помощником президента секретарем совета безопасности а потом вдруг переучился на космонавта затем пошли косяком 23-летний депутат Верховного Совета СССР Илья Заславский Галина Старовойтова Юрий Левада Федор Бурлацкий последний при Брежневе как я слышал состоял в команде сочинителей генсековских речей и слыл либералом выступая в институте он рассказывал какие в Советском Союзе наступили либеральные времена я представился и задал волновавший меня вопрос будут ли возвращать гражданство тем кто его лишен Бурлацкий долго всматривался в меня видимо в поисках правильного ответа наконец спросил а в чем дело вы хотите приехать приезжайте я вам могу прислать приглашение извините сказал я я не хочу ездить по вашему приглашению это моя родина и я хочу ездить на родину без приглашений он дело ведь что не понимает или правда не понимал в чем дело ну вы мне все-таки напишите мне незачем вам писать сказал я но подумав спросил из любопытства а куда вам писать он замешкался с ответом может быть даже задумался давать ли свой адрес или нет затем нашел выход из положения напишите просто сказал он расплывшись в самодовольной ухмылке Москва Кремль Бурлатскому меня найдут этот человек о котором говорили что он принадлежал кругу около брежневских либералов запомнился мне надутым самодовольным чинушей советского образца но были совсем на него не похожие Заславский и Старовойтова депутату Верховного Совета СССР Илье Заславскому было 23 года а выглядел он еще моложе как худенький старшеклассник другое дело Галина Старовойтова молодая энергичная уверенная в себе дама выступала слушала интересовалась не только собой рассказывала об этнических проблемах в Советском Союзе об Армении на Горном Карабахе видно было что умеет повелевать всем стипендиатам Кеннон института предоставлялся оплачиваемый помощник которого можно было посылать в библиотеки или архивы и давать самые разные задания у меня таким помощником был аспирант которому я стеснялся что-нибудь поручать а он испытывал постоянную неловкость от того что получает деньги за так иногда я все-таки посылал его в библиотеку конгресса за какой-нибудь книгой и он охотно кидался исполнять поручение старовойтова была совсем не такой получив Кенноне месячную стипендию и аспирантку в помощь она ее эксплуатировала по полной программе моей судьбой она заинтересовалась и потом уже в Москве сделала обо мне большую телевизионную программу но еще в Вашингтоне мы подружились и общались лично когда я вернулся в Германию перезванивались а когда поселился в Москве опять стали общаться лично фермер Дэвид Орр ненаписанное продолжение истории Чонкина меня мучило много лет сюжет в процессе обдумывания неоднократно менялся и удлинялся в первом варианте он кончался 1956 годом приехав на запад я встретил много людей похожих на Чонкина например бывших военно-пленных власовцев боявшихся вернуться в Советский Союз некоторые из них избежали депортации расстрела или лагерного срока избежавшие осели в Европе и других местах как-то в Англии я пришел в один ресторан и смотрю все столы заняты людьми которые говорят по-украински оказалось там есть целые украинские деревни такие же поселения можно найти в Америке между Нью-Йорком и Филадельфия есть ферма русские ее называют фарма от английского фарм рова большое поселение русских эмигрантов в 80-х годах на фарме жили а может быть живут и сейчас очень странные русские люди в основном вторая волна эмиграции бывшие советские солдаты казаки они жили в странном мире несмешиваемом со смежным американским и говорили на диковинном языке на русском с англицизмами и украинизмами здешний контингент в основном состоял из очень простых малограмотных русских людей но на местном кладбище довольно большом попадались и могилы знаменитостей например генерала Деникина переселенного в новые времена в Москву насмотревшись на обитателей фармы я понял что и Чонкин мог бы быть одним из них а лучше если он каким-нибудь образом попадет на настоящую американскую ферму чтобы понять как живут американские фермеры я выступая в университете штата Индиана спросил не знает ли кто-нибудь какого-нибудь фермера у которого я мог бы пожить несколько дней мне назвали Дэвида Орра фамилия если вспомнить устаревшее русское слово орать вполне подходящая для земледельца Дэвид был фермер современный регулярно приезжал в университет на агрономический факультет слушать лекции меня с ним познакомили он охотно пригласил меня к себе стояла ранняя весна сельскохозяйственных работ еще было мало но тем не менее я выезжал с ним на поля и Дэвид рассказывал мне как он работает он типичный для Америки потомственный хлебороб его род корнями уходил в Англию но уже 200 лет как обосновался в Америке и все 200 лет все предки были фермерами Дэвид ведет хозяйственную книгу куда записывает все свои доходы и расходы продал зерно купил трактор новые ботинки коробку спичек все доходы и расходы крупные и мелкие так записывал еще его прадед потом дед и отец я увидел потомственного крестьянина который гордится своим крестьянством и тем что достойно продолжает дело своих предков в семье Орра традиция имя каждого должно быть пятибуквенным и начинаться обязательно с Д главу семьи зовут Дэвид жену Донна и две дочки Даяна и Дебра в их роду всегда были крепкие семьи они здесь рождались женились жили вместе до самой смерти и все похоронены на местном кладбище на новом поколении традиция сломалась обе дочери Орра ко времени нашего знакомства по два раза разводились и вновь выходили замуж а теперь небось и внуки вступают в не очень крепкие браки Дэвид Дэвид работал много и эффективно выращивал сою и кукурузу в среднем по сто центнеров кукурузы с гектара у него шестьсот акров то есть триста гектаров земли участок достаточный для среднего колхоза но работал он один Донна служила бухгалтером на большом элеваторе у Дэвида было тоже два элеватора но маленьких в которых он хранил зерно а потом передавал на большой элеватор орры не держали никаких животных ни коров ни свиней ни собак ни кошек их дом стоял посреди поля и рядом с ним мобилхаус автомобильный прицеп для гостей трехкомнатная квартира на колесах со всеми удобствами ни тот ни другой дом никогда не запирались даже когда хозяева уезжали в отпуск когда я гостил у Дэвида у него было два комбайна два трактора три машины один грузовик побольше другой поменьше и легковая он все время пересаживался из одной машины в другую работая с утра до вечера вся его техника комфортабельная в поле он слушал радио и в то время мечтал о радиотелефоне который тогда был ему почему-то недоступен зачем тебе радиотелефон спрашивал я я хочу во время работы разговаривать с женой спиртного он не употреблял вообще никогда утром съедал кукурузную или овсяную кашу или же хлопья с молоком и пил воду со льдом вода со льдом на столе всегда и утром и вечером дневной и ночной полеты люди слушавшие в 80-х годах голос Америки должны помнить имя Морис Фридберг профессор Морис Фридберг часто выступал по радио с рассказами о новинках американской и русской литературы которую он преподавал в университете штата Иллинойс я с Морисом дружил и оказавшись в соседнем штате подумал не навестить ли его как-то утром я развернул на столе карту Дэвид поинтересовался что ты смотришь сколько отсюда ехать на машине до города Урбана спросил я намереваясь взять на прокат машину и посетить приятеля часа четыре а что думал может съездить но раз так далеко не поеду Дэвид ничего не сказал но в воскресенье за завтраком предложил а ты позвони этому своему приятелю и спроси какой аэропорт к нему ближе всего я уже догадался о чем речь позвонил Морису разбудил его не поняв что там на час меньше и спросил какой у тебя аэропорт поблизости Морис про Сони не сразу понял вопрос а когда понял сказал шампайн тогда скажи ему пусть в два часа приезжает в шампайн велел мне Дэвид после этого мы поехали в церковь в которой была очень смешная служба я описал ее в Чонкине три потом пошли обедать в местный ресторан а после обеда поехали куда-то в поле где стояли металлические гаражи из одного из них Дэвид выкатил самолет с Эсна мы сели он заштурвал Донна рядом я сзади взлетели и взяли курс на шампайн в аэропорту нас встретил Морис я ему подарил книжку Москва 2042 с надписью Морису Фридбергу от автора свалившегося с неба мы провели целый день в городе осмотрели университет тогда там уже все было компьютеризовано Фридберг утверждал что в их университете самая большая в мире русская библиотека после библиотеки Конгресса и Ленинской и действительно библиотека оказалась огромной а хочешь получить всю свою библиографию спросил меня Морис хочу сказал я он попросил какую-то девушку та набрала чего-то на компьютере нажала кнопку из ленточного принтера тогда других еще не было вышла лента метра на четыре моя библиография тогда это показалось мне чудом мы с Дэвидом пробыли в Урбане весь день ужинали вечером вылетели обратно в полной темноте я помнил как военных летчиков долго обучали ночным полетом и был приятно удивлен что Дэвид всему этому обучен поглядывая время от времени вниз я пытался как-то сориентироваться но безуспешно зато по времени понял что скоро садится спросил Дэвида а где же аэродром а вот он сказал Дэвид и нажал кнопку дистанционного управления маленький аэродром внизу ярко осветился и фонари горели до тех пор пока мы не приземлились смешнее Джонни Карсона за время эмиграции мне приходилось выступать много в разных залах когда лучше когда хуже но по мере накопления опыта так или иначе публике скучать я особенно не давал но одно мое выступление оказалось особенным это было в университете штата Мичиган город Лансинг теплым майским днем я ехал туда на машине из Вашингтона погода была хорошая дорога свободная я не опаздывал и не спешил такое путешествие обычно не доставляет мне ничего кроме удовольствия сейчас же оно было омрачено беспокойством по поводу предстоящего выступления казалось бы о чем волноваться столько раз выступал в больших и малых аудиториях и весьма в этом деле поднаторел но данный случай отличался от предыдущих тем что впервые я решил употребить в дело свое знание английского языка прожив какое-то время в Америке я уже довольно сносно изъяснялся по-английски в магазинах на улице и в гостях но выступать перед студентами и профессорами я до сих пор не решался вернее решился один раз еще в Принстоне но тогда мой язык был совсем никудышный и кроме того я читал приготовленный текст по бумажке путаясь в ударениях и произнесении отдельных слов словом одобрительные отзывы я услышал но понял что это просто проявление американской специфической вежливости теперь я знал язык получше и подготовился капитальней написал всю речь на бумаге назвал ее писатель в советском обществе вставил в нее много фактов цитат исторических дат и статистических данных выучил все наизусть проверил выученное на жене дочери и друзьях учел их замечания и с ощущением что подготовлен неплохо отправился в путь но чем ближе был пункт моего назначения тем больше я волновался конечно я в общем готов но все-таки как именно выступать читать по бумаге плохо говорить без бумаги страшно вдруг что-то забуду а еще ведь мне будут задавать вопросы сумею ли я их понять смогу ли краткой находчиво ответить полной неуверенности и сомнений въехал я в кампус нашел на плане а потом и на местности нужное здание и у входа в него увидел большую афишу со своей фамилией текст написанный крупными буквами извещал студентов и преподавателей что сего числа в таком-то зале выступит известный и другие лесные эпитеты русский писатель сатирик автор романа о солдате Чонкине и прочих опять лесный эпитет произведений и дальше сочинитель афиши вписал от себя буквально следующее о чем он будет говорить я не знаю но ручаю что это будет очень смешно прочтя такое я не на шутку перепугался дело в том что я никого не собирался смешить я подготовил серьезное выступление на серьезную тему первый импульс у меня был повернуть немедля назад поддавшись второму импульсу я сорвал со стены объявления и вошел в зал он был переполнен что выглядело весьма необычно каждый писатель эмигрант выступающий с лекциями в американских университетах только вначале удивляется но потом принимает как должное что его аудитории бывает маленькая комната а в ней пять-шесть студентов и пара преподавателей факультета словистики а тут даже и мест не хватило студенты сидят на подоконниках стоят у стен и в проходах еще бы ведь им пообещали что будет смешно и даже очень а посмеяться задаром кто же не хочет в ужасе и ярости я взошел на трибуну поднял над головой сорванную афишу и спросил какой умник написал это глупое объявление в зале наступила секундная тишина затем пронесся легкий веселый гул публика поняла что смешное уже начинается и приготовилась как говаривал Михаил Зощенко поржать и животики надорвать что меня и пугало сейчас они услышат не то что ожидали начнут покидать зал и это самое страшное я повторил свой вопрос какой умник написал эту глупость в первом ряду встал худощавый кудрявый человек лет сорока пяти и печально сказал я профессор Браун фамилия изменена тот умник который написал эту глупость в зале засмеялись я немного смутился профессор Браун был как раз тот человек кто пригласил меня сюда и мне не хотелось его обижать извините господин Браун сказал я я не хотел вам сказать ничего неприятного я просто подумал что такое мог написать студент первого курса но никак не профессор публикой моя нечаянная колкость была оценена по заслугам и отмечена взрывом смеха я подождал пока смех утихнет и стал объяснять что здесь кажется имеют место недоразумения вам обещали что я вас буду смешить но я этого делать не собираюсь поэтому если кому-нибудь из вас хочется повеселиться пойдите куда-нибудь в кабаре в арьете в цирк там вас повеселят там клоуны ходят в больших ботинках у них штаны спадают они корчат рожи дают друг другу пинка под зад это смешно правда публика смехом подтвердила что правда смешно прямо передо мной сидела парочка студент и студентка молодые полные смешливые пока я говорил он показывал на меня пальцем толкал ее локтем вбок она толкала его и тихо щихикала у меня продолжал я свое объяснение нет ни малейшего желания вас смешить может быть в книгах моих попадаются смешные места но мои устные выступления это что-то другое тема моей лекции писатель в советском обществе советское общество это я не понимаю чему вы смеетесь какое из произнесенных мною слов кажется вам смешным советское это смешно ха-ха или общество общество это очень смешное слово в зале уже стоял хохот или даже гогот профессор Браун смеялся сдержанно и довольна его обещание сбывалось толстый студент хохотал обхватив руками свой круглый живот его соседка повизгивала как поросенок кажется все веселились кроме двух человек в черных униформах я думал что это охранники но потом мне объяснили что в университете никакой специальной охраны не было кто бы они ни были вид у них был суровый и неприступный дававший понять что они здесь несут службу они развлекаются я глянул на часы уже прошло 15 минут а я еще и не начал своей столь старательно приготовленной лекции придется ее на ходу подсократить я выждал длинную паузу и когда слушатели наконец успокоились попытался подействовать на них своей рассудительностью мне кажется сказал я вы ложно настроились вы решили что я сатирик и поэтому должен говорить смешно но вы путаете разные жанры сатира сатирия рознь есть сатира есть эстрадные шутки и есть шутники которых называют сатириками они выходят на эстраду рассказывают какую-то глупость из разряда а вот был еще случай например холостой мужчина увидел объявление что продается машинка заменяющая женщину побежал купил принес домой оказалось что это машинка для пришивания пуговиц смешно правда очень ну посмейтесь а я подожду вы меня принимаете за кого-то вроде вашего телевизионного эстрадника Джонни Карсона он хороший смешной актер я сам смеюсь когда его вижу но я-то не Джонни Карсон я предпочитаю другую сатиру в которой юмор горький а смех сквозь слезы понимаете конечно они поняли только наоборот у них были слезы сквозь смех соседка толстого студента просто рыдала сквозь хохот да и он тряс головой и смахивал слезу рукавом Пушкин сказал я и сделал паузу я до сих пор не понимаю что смешного они нашли в слове Пушкин но и оно было встречено приступом смеха Пушкин повторил я и в отчаянии умолк когда они кое-как успокоились я им быстро скороговоркой не давая опомниться сообщил что Пушкин читая мертвые души смеялся не хуже их но прочтя сказал боже как грустна наша Россия а сам Гоголь свою смешнейшую повесть закончил словами скучно на этом свете господа чтобы передать публике испытанное Гоголем чувство я произнес последнюю фразу таким жалким голосом что все опять залились хохотом профессор Браун пытаясь сдержаться хватался за затылок который видимо уже ломило от смеха толстый студент падал на свою соседку корчился в конвульсиях и сучил ногами соседка отталкивала его и сама верещала как милицейский свисток в середине зала кто-то свалился со стула один из тех кого я считал охранником не выдержал и тоже начал смеяться причем сразу бурно хлопая себя поляшком и стукая с затылком о стену зато другой был по-прежнему суров и неподвижен как изваяние стоит ли говорить чем было встречено мое утверждение что настоящие сатирики вообще очень невеселые люди Гоголь был меланхоликом очень мрачным человеком Михаил Зощенко а вы спросил меня с места профессор Браун я еще не успела ответить а зал уже опять покатился с осмеху представление о том что я могу быть серьезным и даже грустным по их мнению слишком уж не вязалось с моим обликом но я все-таки хочу рассказать вам о том что представляет собой советское общество и какую роль в нем играет советский писатель я попытался объяснить им что советский союз это тоталитарное государство которым управляет одна единственная политическая партия там есть парламент но в него избирают одного депутата из одного кандидата то есть 10 тысяч членов союза писателей и все они до единого пользуются методом социалистического реализма который теоретически предполагает правдивое исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии советские писатели это как сказал один из них люди которым партия дала все права кроме права писать плохо надеясь все-таки переломить настроение публики я перешел к совсем грустной теме и стал рассказывать о борьбе за права человека репрессиях но столу мне произнести слова КГБ ГУЛАГ психбольница они заливались дружным иногда даже истерическим хохотом глянув на часы я увидел что время мое истекло на тему приготовленной лекции мне не удалось сказать ни единого слова я совсем разозлился на публику и сам на себя и сказал когда я ходил в детский сад любому из моих ровесников достаточно было показать палец чтобы вызвать неудержимый хохот вы я вижу до сих пор из детского возраста не вышли и переждав очередную волну хохота закончил свою речь такими словами я хотел рассказать вам очень серьезные вещи но вы все равно не поймете поэтому я заканчиваю все благодарю за внимание мне приходилось выступать много до и после иногда мои выступления встречались публикой одобрительно и смехом и аплодисментами но такого хохота и таких оваций себе я в жизни не слышал после лекции ко мне выстроилась длинная очередь желавших получить мой автограф подошла женщина в темных очках видимо преподаватель вы выступали очень смешно я никогда в жизни так не смеялась тем более последний год с тех пор как похоронила мужа подошел толстый студент спасибо вы имеете хорошее чувство юмора его соседка сказала что собиралась написать диссертацию о советских юмористах но теперь пожалуй сменит тему и напишет только обо мне мне нравится что вы очень веселый человек сказала она и я не стал с ней спорить второй человек в униформе который единственный в зале держался сурово попросил автограф и пообещал я расскажу о вашей лекции моей жене она будет очень смеяться последним ко мне приблизился профессор браун промокая глаза бумажной салфеткой он сказал владимир когда вам надоест писать вы сможете выступать на сцене как джонни карсон даже смешнее чем джонни карсон я уезжал домой огорченный тем что серьезные мысли столь прилежно мной подготовленные остались недонесенными до публики принявшей меня за кого-то другого но потом подумал что такого успеха у меня еще не было и это стоит принять во внимание выступая в другом американском университете я специально стал говорить что приехал серьезной лекции надеюсь на серьезное внимание зала рассчитывая как раз на нечто противоположное но зал принял мои слова за чистую монету и хотя по ходу дела я вставлял какие-то шутки слушатели кажется ни разу не улыбнулись лекция прошла при полном молчании зала и закончилась вежливыми аплодисментами я попробовал посмешить публику еще раз другой третий и неудачно я вернулся к старому своему амплуа и поднимаясь на трибуну говорю только серьезно и только об очень серьезных вещах и это бывает иногда довольно смешно поездка в Армению летом 1990 года Галя Старовойтова предложила мне съездить вместе в Армению и прислала приглашение которого с какими-то сложностями добилась Вавири она была уже в Ереване когда туда же из Москвы я вылетел опять в качестве иностранца и в сопровождении верной Галиной помощницы Люды Иотковской бывшей в прошлом одной из жен моего давнишнего приятеля Эдмунда Эдика Иотковского автора знаменитой в свое время песни «Едем мы, друзья в дальние края станем новоселами и ты и я» в перестроечные времена Эдик редактировал газету московских писателей литературные новости печатал там острые материалы и погиб при очень странных обстоятельствах переходя пустынный переулок был сбит грузовиком который с места происшествия естественно скрылся а когда был найден то оказался как и следовало ожидать числившимся в угоне в те годы грузовики с неисправными тормозами давили людей с подозрительной избирательностью их жертвами стали много раз упоминавшийся мной Виктор Ильин сын все еще остававшегося активным диссидентом Сергея Григорьянца и вот Эдмунд Иотковский поэт любитель женщин романтик безалаберный человек он много раз влюблялся женился разводился Люда была окажется его предпоследней женой она сохранила фамилию Эдика и добрую память о нем Полет в Ереван был похож на езду в рейсовом автобусе в захолустной провинции Я привык, что в авиации вообще особенно в пассажирской очень строго соблюдаются определенные правила А тут в самолете Ту-154 какие-то люди полубомжевого вида чемоданы узлы и коробки в багаж не сдают а тащат в салон складывают в проходах запихивают на верхней полке при этом не закрывая их пристегиваться никто не думает да и нечем у меня ремень есть но замок сломан самолет начал разгоняться с открытыми полками я Люде сказал что это безобразие сейчас чемоданы посыплются на головы пассажиров Люда вскочила побежала по салону взлетающего самолета стала захлопывать крышки взлетели Люда достала коньяк в плоской бутылке я смотрю азербайджанский а в это время между армянами и азербайджанцами шла война за Нагорный Карабах и главной чертой отношений двух народов была смертельная ненависть я на всякий случай содрал этикетку в полете самолет трясся и скрипел казалось вот-вот развалится и вообще можно задним числом удивиться что такие самолеты как-то летали и не все падали и наш не упал в Ереване что сразу бросалось в глаза была очень тревожная обстановка старого этого привела меня в штаб АОД армянское общенациональное движение обстановка как на вокзале или в Смольном 24 октября 1917 года какие-то люди входят выходят кто-то сидит за столом какой-то человек дремлет сидя на полу у дверей табачный дын разъедает глаза люди сидящие за столами скоро станут руководителями страны министрами и председателями комитетов а Ливон Тер Петросян президентом меня он встретил в отличие от других не очень приветливо оказывается он слышал мое и Васи Аксенова недавнее выступление по голосу Америки между прочим тогда американская ЦРУ еще не предвидела грядущего распада Советского Союза а мы оба считали его скорым и неизбежным обсуждали как это произойдет какие республики отпадут от СССР а какие возможно останутся я предположил что может остаться Армения сейчас Тер Петросян строго спросил меня почему я так думаю у вас маленькая республика и много врагов с одной стороны Азербайджан с другой Турция с третьей Грузия вам мне кажется лучше оставаться с Россией а это уж наше дело резко и глупо ответил он конечно ваше а мое дело думать и высказывать свое мнение мой прогноз оказался ошибочным но я и сейчас думаю что мои тогдашние рассуждения были логичны мне дали машину с водителем я ездил по Армении побывал в Спитаке и Льнинакане я видел города после бомбардировок во время войны но такое увидел впервые оба города представляли собой сплошные руины сопровождавший меня член АОД рассказывал как по-разному соседи отнеслись к армянской трагедии грузины никогда не были друзьями армян но выражая сочувствие многовековому соседу прислали тысячу гробов и этот необычный подарок был принят с благодарностью а вот азербайджанцы якобы прислали в насмешку ящики с кирпичной крошкой это было время большой и непримиримой вражды между армянами и азербайджанцами ее усилили армянские погромы в Баку многие армяне бежали из Азербайджана на историческую родину но здесь их принимали не очень приветливо особенно смешанные семьи полукровки жаловались мне что житья им нет ни там ни здесь там полукровка ненавидимый армянин здесь также ненавидимый азербайджанец возвращенное гражданство и квартирный вопрос в сентябре 1990 года кончался срок моего годичного пребывания в Кеннон институте и жизни в Вашингтоне весной Оля окончила десятый класс гимназии и они вместе с Ирой вернулись в Мюнхен несколько месяцев я жил один в Кеннон институте практически не бывал обычно по окончании срока люди благодарили это учреждение указывая название работы которую за время пребывания там написали мне отблагодарить институт было за что но нечем за год я не написал практически ничего кроме нескольких статей в августе состоялось давно мной ожидавшееся событие Горбачев издал указ о возвращении гражданства 23 бывшим врагам народа включая меня из советского посольства позвонили с предложением получить паспорт но я уже уезжал и предложил искать меня в Мюнхене в Мюнхене меня пригласил к себе генеральный консул Обертышев выставил бутылку коньяку мы выпили по рюмке и вручил паспорт никаких формальных извинений я так никогда и не услышал гражданство мне вернули и я мог бы возвращаться но куда этот вопрос многие мои собеседники с кем я его обсуждал решали за меня просто купить квартиру за доллары мысль о том что у меня может не быть долларов была мало кому доступна художник и поэт Евгений Аронович которого я посетил сказал мне я знаю вы безумно богатый ведущий киевского телевидения беря у меня интервью спросил вы богатый человек говорить нет я бедный было глупо я ответил уклончиво мол нет не богатый но он мне не поверил и повторил ту же фразу в уже утвердительной форме вы богатый человек исходя из представления о моем богатстве некоторые люди обращались ко мне с просьбой пожертвовать на операцию на церковь или на личные нужды 20 30 50 тысяч долларов я думаю что причиной появлявшегося ко мне в то время недоброжелательства многих моих коллег а иногда и неприкрытой ненависти была зависть к моему предполагаемому богатству поскольку мое материальное положение было далеко от воображаемого некоторыми я написал письмо Горбачеву что возвращенное гражданство никак не меняет моего положения ибо в советское время меня лишили не только звания советского гражданина но и московской квартиры формально считалось что я ее продал по цене подержанных жигулей но на самом деле оставить ее за собой у меня не было никакой возможности меня изгнали из страны лишили возможности возвращения и через какое-то время Бенедикт Сарнов по моей доверенности сдал ее кооперативу московский писатель за те смешные деньги на которые в новые времена уже нельзя было купить надо сказать что Горбачев отреагировал немедленно мое письмо было передано с его благожелательной резолюции мэру Москвы Гавриилу Попову тот собрал городскую думу которая тогда еще называлась горсоветом и тут же было принято решение о предоставлении мне трехкомнатной квартиры это было очень короткое время когда такое частичное восстановление справедливости на фоне крушения советской власти оказалось возможным уже в новой постсоветской России вопрос о предоставлении жилья Жоре Владимову решался долго с выдвижением разных унизительных условий когда на заседании комиссии по гражданству я поставил вопрос о том чтобы Владимову одновременно вместе с паспортом вернули квартиру мне уже официально возразили что квартиру вернуть нельзя поскольку свою тоже кооперативную он продал и теперь если хочет пусть купит за деньги а поскольку денег у Владимова было еще меньше чем у меня то это условие выглядело вполне издевательским не помню уже какое именно учреждение выдало мне смотровой ордер на квартиру в Филях мы с Ирой поехали смотреть дом был еще не достроен достраивавшие его рабочие захватили половину квартир сами в них расселились и похоже было что на фоне всеобщего хаоса выселить их никто не сможет меня они уже многие читавшие Чонкина приняли приветливо и обещали отделать мою квартиру лучше других а вы ее не захватите спросил я что вы горячо отозвался один из них мы ее для вас охранять будем или место не понравилось мы стали искать что-то другое вторая квартира была в блочном доме на пролетарском проспекте я уже готов был ее взять но меня остановил спасибо ему Андрей Дементьев сказав что мое положение позволяет мне требовать лучшего третьим вариантом была квартира на девятом этаже почти готового к сдаче дома в Астраханском переулке напротив писательского дома где жили Булат тот же Дементьев и прочие члены вымирающего сообщества советских писателей это был возможно последний дом выстроенный для советской номенклатуры и моими соседями стали заместители министров начальники главков армейский генерал-полковник милицейский генерал-майор и как-то не по чину затесавшийся подводник капитан первого ранга получивший однокомнатную квартиру неноменклатурными в нашем подъезде были я и певица Елена Камбурова квартиры здесь были как говорилось улучшенной планировки у нас просторный холл один балкон две лоджии и два туалета неслыханная роскошь для жильца не забывшего коммунальную квартиру с одной уборной на 25 семей но дом хоть и номенклатурный а постройка советская дешевые обои ядовито-зеленого цвета плохо покрашенные решетки лоджий разбухшие двери паркет щелями шириной в палец я въезжал в этот дом вместе с большинством других новоселов эти сановные люди приезжали на казенных волгах с шоферами я видел как положение этих людей катастрофически ухудшалось значительно их часть скоро лишилась и волк и шоферов некоторые пересели на жигули появился во дворе даже один запорожец других и вовсе я стал встречать в метро и на остановке трамвая но прошло еще какое-то время эти люди присмотрелись к новым порядкам приспособились и постепенно наш двор стал заполняться и заполнился фордами тойотами мерседесами и большими джипами разных марок бывшие заместители министров начальники главков директора завода становились генеральными директорами и президентами банков финансовых групп консалтинговых компаний всяческих АО и ООО с ограниченной ответственностью и неограниченными возможностями перед тем как вселиться в этот дом я познакомился с одним замминистра какой-то промышленности он вместе с другими беднел ругал новую власть но прошло время я встретил его подъехавшего к дому и вылезавшего из черного мерседеса с теннисной ракеткой в руках я спросил его как дела он ответил сдержанно неплохо я спросил хуже он живет чем раньше или все-таки получше конечно лучше признался он но помялся ведь воровать приходится а разве раньше вы не воровали спросил я простодушно он подумал и засмеялся конечно воровал но не в таких же количествах последние дни булата дом в котором жил булата куджа вычислился по безбожному переулку он стоял прямо напротив моего то есть в астраханском переулке к безбожному выходя торцом теперь мы стали частыми гостями друг друга приближаясь к своему семидесятилетию булата все меньше писал редко и неохотно выступал с концертами а собственной игре на гитаре предпочитал услуги сына були аккомпанировавшего ему на рояле дом по-прежнему был гостеприимный булата настаивал водку на лимонных корочках оля подавала на стол салаты лобио сациви и хачапури все было вроде как прежде но я видел как булата постепенно погружается в тихую меланхолию и когда не придешь сидит перед телевизором и смотрит дешевые детективы одно из последних его стихотворений было о переменах в жизни России которые многим включая его внушали надежды и страх очередной раз обмануться в это время он дружил с лидерами новой России у него была тратить старый новый год на переделкинской даче в этот день гостями его были режиссер Иосиф Рейхельгаус с женой Мариной Хазовой она играла в коте домашнем роль жены героя а еще Гайдар и Чубайс со своими Машами Чубайс привез бочонок с пивом и разливал его по стаканам это странно но я тогда путался в рангах чиновников и спросил у Анатолия Борисовича вы какую должность занимаете вице-премьер Чубайс улыбнулся я первый вице-премьер а фамилию у вас спросил я литовская скорее еврейская эти люди которые фактически руководили государством были еще очень молоды через какое-то время Оля Акуджава предложила мне вместе с ней и Булатом подписать поздравительную телеграмму Чубайсу по случаю его сорокалетия я отказался мое знакомство с ним было слишком шапшным для дружеского поздравления и могло выглядеть просто как лезть человеку занимающему высокий пост празднование семидесятилетия Акуджавы устроил в своем театре на трубной площади Иосиф Рейхельгаус перед театром собралась огромная толпа жаждавшая услышать любимого Барда но пели другие Абула только кланялся и улыбался мне кажется что после сделанной ему в Америке такой же как мне операции он так от нее полностью и не оправился его иммунная система была сильно повреждена врачи предупреждали его что любая простуда может быть для него смертельно опасной ему стоило воздерживаться от пребывания в людных местах и необязательных поездок тем не менее в начале лета 1997 года он и Оля решили отправиться в Париж с заездом в Германию может быть мне сейчас кажется задним числом но я помню что планируемое путешествие я считал слишком рискованным для Булата и даже опасался что мы больше уже не увидимся но что я мог сделать мы с Ирой оба были в это время в Москве и дали окуджавом ключи от мюнхенской квартиры после мюнхена они поехали в Кёльн где общались с Копелевым который был болен гриппом Булат заразился от Лёвы едва доехал до Парижа там слёг и уже не встал говорили что французские врачи если бы знали об иммунных проблемах Булата могли его спасти а Копелев успев отозваться на смерть Булата он и мне звонил в Москву сам через несколько дней умер от того же гриппа пустые попытки меня часто спрашивали пытался ли я после возвращения в Россию свести с кем-нибудь счёт из-за прошлое нет не пытался одному человеку пасу Прокофьеву Смолину тому самому генералу КГБ который меня отравил в метрополе случайно узнав его телефон хотел позвонить и сказать что о нём думал но не стал этого делать из чувства брезгливости других не трогал тем более меня спрашивали простил ли я их нет не простил простить мог бы любого кто попросил бы прощения но таких не нашлось а если с кем-то из них очень редко и случайно я встречался они не вызывали во мне никаких чувств кроме презрения некоторые из них когда думали к сожалению ошибочно что время их кончилось признавались в газетах что не всегда были правы но объясняли свои якобы заблуждения слишком большой преданностью коммунистическим идеалам ни одному из них я не поверил они были преданы только своим корыстным интересам ради которых готовы были если нужно подлечить а если нет оправдывать себя тем что по наивности заблуждались поскольку как уже говорилось перестройку я воспринял очень серьезно мне с самого начала хотелось вернуться и принять в ней какое-то участие задним числом я думаю что может быть моего стремления хватило бы ненадолго но то что такое стремление у меня было факт но что я мог делать например участвовать во внутренней литературной жизни способствовать общению между собой литераторов России и Запада с другой стороны я этому и способствовал дважды при активной помощи Иры добился приглашения разумеется полностью оплаченного немцами российских писателей в Баварскую академию где они выступали перед мюнхенской публикой в основном Иринами стараниями она выступала от моего имени Лидия Чуковская Фазиль Искандер и Людмила Петрушевская были приняты в эту академию мне хотелось чем-то подобным заниматься в России когда писатели во главе с Приставкиным создали общественное движение ППП писателей в поддержку перестройки потом переименованное в апрель Анатолий с которым я тогда переписывался предложил и мне вступить в эту группу я устно согласился но очень скоро понял что мне там не место мне рассказали что когда выбирали правление и Приставкин предложил включить туда и меня против резко выступил уже неоднократно клеветавший на меня Евтушенко обвинил меня во лжи в том что я лгу утверждая что КГБшники меня отравили сказал участникам заседания что он достаточно осведомлен о том что было на самом деле Сарнов попытался ему возразить и призвал в свидетели Владимира Корнилова который видел меня после посещения гостиницы Метрополь и с которым мы вместе ходили к доктору Аркадию Новикову подтвердившему факт отравления Корнилов задолго до того доведший наши отношения до полного разрыва и после того не раз извращавший некоторые факты моей биографии пробурчал что-то вроде не знаю не знаю и моя кандидатура была отвергнута после чего я вообще уклонился от вхождения в эту группу состоять в компании людей сомневающихся в моей честности и поверивших на вету клеветника я не хотел я уже говорил как недружелюбно а то и враждебно наша так называемая творческая интеллигенция встречала бывших диссидентов и эмигрантов и меня лично я не говорю здесь о тех для кого я был естественным врагом а о людях которых я приблизительно причислял к тому же кругу которому принадлежал сам за много лет до того мой литературный дебют вызвал поток рецензий от восторженных до ругательных но положительных было больше теперь я приехал с книгой переведенной на многие языки и здесь после долгого запрета напечатанной тиражом в несколько миллионов экземпляров которые после ее выхода прочло огромное количество людей на которые американская критика откликнулась не меньше чем сотни восторженных откликов так вот в России эту книгу критики вообще обошли вниманием появились какие-то рецензенты неизвестной мне породы и с непонятным чувством юмора одному показался смешным тот факт что я в детстве работал пастухом другой предположил что я печатаюсь в журнале знамя чтобы быть поближе к букеровской премии я старался не обращать на это внимание но одна публикация меня все же задела в ней речь шла о моем выступлении перед студентами МГУ на вопрос пишу ли я своих героев с себя я ответил что каждый писатель в какой-то степени пишет героев с себя и привел в пример Флабера сказавшего о своей героине Эмма это я один из студентов пробовавший свои силы в реальной журналистике в отчете о моем выступлении написал будто я цитируя Флабера приписал ему высказывание Анна это я городская газета уже не помню как она называлась напечатала заметку как есть газета коммерсант тогда очень модная с претензией на репутацию солидного издания немедленно отозвалась репликой потешаясь над моим приписанным мне невежеством я написал опровержение обратился с ним коммерсанту мне было отвечено мы опровержение не печатаем газета в которой заметка появилась опровержение напечатала но с условием что я ей дам большое интервью чем я за опровержение и расплатился с тех пор прошло много времени многие из тех кого я так огорчал своим существованием постарели отошли от дел а иные ушли из жизни теперешних критиков интересуют их современники а меня слава богу обычно не трогают до тех пор пока я не легну какую-нибудь священную корову которую они надеются еще подоить Валентина Терешкова когда я получил квартиру встал естественно вопрос об обстановке любой человек обретая новое жилье сначала отбирает то что можно перевести со старого мебель книги насильные вещи посуду у меня не было ничего надо было покупать мебель Люша Чуковская и тут удивилась что это я хлопачу о такой ерунде почему не везу шкафы диваны столы и стулья из-за границы там же это все гораздо лучше недоумевал Андрей Дементьев и другие добрые люди не удивлялась Валентина Терешкова с которой я тогда неожиданно для себя подружился приехав как-то в Москву я был приглашен в возглавлявшиеся ею общество дружбы с другими странами пришел участвовал в разных заседаниях на которые был регулярно приглашаем у Терешковой там было по крайней мере две должности одна государственная и другая общественная по общественной я даже стал на какое-то время ее заместителем может быть это даже называлось вице-президент точно уже не помню и чем занимался не помню скорее всего ничем и хотя Валентина Владимировна оставалась советской выдвиженкой из низов и напоминала чем-то министра культуры Фурцеву но как и Фурцева была живым вполне коммуникабельным человеком могла мягко попросить и жестко приказать была отзывчива на чужие проблемы узнав что я получил квартиру сама вызвалась мне помочь писала и звонила на какие-то мебельные склады и в конце концов у меня появились румынская спальня арабская кухня диван советского производства и безобразного вида и четыре громоздких кресла книги посуду я покупал заново во владимире участвуя в каком-то фестивале спросил где тут хозяйственный магазин местные люди поинтересовались с удивлением а что я там надеюсь найти там же ничего нет я сказал что найду по крайней мере десять предметов которые мне пригодятся за мной увязались телевизионщики и документально запечатлели что я купил топор ножовку плоскогубцы сковородку утюг пылесос гвозди шурупы шпингалеты защелку для туалета что-то еще с тех пор я живу в Москве несколько лет жил на два дома у нас в семье были разногласия по вопросу где жить про Олю я не могу сказать что она стала совсем немкой но во всяком случае та среда та культура тот круг близких ей людей стали для нее уже своими Ира хотела быть с Олей я хотел быть с обеими но большую часть времени проводить в Москве где у меня душевный и материальный интерес тоже двое детей и друзья даже вполне взрослые люди долго пожив на Западе потом с трудом возвращаются некоторые не возвращаются вовсе я хотел вернуться я ожидал что мое отсутствие в России было замечено но прав оказался один мой товарищ сказавший в свое время что страна не заметила нашего отсутствия ни одного меня но всех нас и не радовалась нашему возвращению чем серьезнее я возвращался тем больше чувствовал что я здесь чужой подумав я понял что и раньше был чужим а представление о том что это не так было лишь иллюзии и здесь чужой и там чужой мои попытки войти в общественную жизнь кончались тем что я сам же их прекращал потому что мне становилось скучно тем более что она общественная жизнь превратилась в нескончаемую череду тусовок дважды я брался вести колонки в газетах сначала в известиях потом в новых известиях но мне самому казалось что это у меня не очень получается из опасения надоесть читателю я сам это дело прекращал много раз я выступал по телевидению участвовал в каких-то ток-шоу и полемических схватках с людьми других взглядов но понял что у других это получается лучше я вежливый не умею перебивать перекрикивать чего непременно требует как условия зрелищности телевидения в общем и от той общественной деятельности которая была мне доступна я отошел хотя бывает состою в жюри некоторых премий неуместные претензии к писателю Битову я никогда особого интереса не проявлял но все-таки о его человеческих качествах был более высокого мнения пока наше знакомство было относительно шапошным хотя отдельные подробности его поведения меня удивляли давно в 1979 году он был одним из создателей альманаха Метрополь и в качестве такового участвовал в привлечении к нему авторов а тех кто не поддался на его уговоры он отзывался с презрением собравшись вместе авторы поклялись стоять друг за друга и обещали что в случае исключения из союза писателей хотя бы одного остальные покинут организацию в знак протеста Попова и Ерофеева исключили Аксенов Липкин Леснянская сделали как обещали Искандер сказал что он не партизан и в союзе остался Белла Ахмадулина оставшись решила заменить выход из союза другим серьезным поступком и выступила в защиту сосланного в горький Сахарова после чего ее несколько лет не печатали бездарней других повел себя Битов в жизни сказал он бывают случаи когда человек имеет право отказаться от своего слова поступок жалкий объяснение бездарное но понять было можно выход из союза требовал того что называется мужеством но не оказалось его у человека ничего не поделаешь но когда во времена перестройки он пытаясь угодить новой власти стал делать постыдные заявления об эмигрантах с некоторыми вроде Олешковского охотно общаясь которые отстали от него на много лет врать о наступлении полной свободы в литературе и делать вид что другой литературы кроме него и приставки на вообще больше не существует он стал вызывать во мне удивление постепенно переходившие в более негативное чувство в 1987 году группа писателей перестройщиков была приглашена Баварская Академия Изящных Искусств в Мюнхен список приглашенных составляли мы с Ирой и одним из первых вставили в него битого кроме него гостями Академии стали Приставкин Вознесенский Ахмадулина и миссерер в качестве мужа все естественно выступали каждого представлял кто-то из академиков я представлял Приставкина я держал речь по-немецки Приставкин внимательно слушал приклеив ухо к губам шептавшего ему переводчика затем Приставкин читал какой-то отрывок из своей прозы вознесенские стихи Белла пролежав несколько дней в больнице выступала последней и кроме прочего прочла стихотворение посвященное мне Битов выступил с сообщением которое я уже дважды слушал слушал в Нью-Йорке о странном эффекте гласности рукописи копились много лет а вот напечатаны все в одночасье и больше печатать нечего потом был банкет участники выступали с тостами и речами выступил и я не называя Битова я сказал нехорошо говорить что все уже напечатано и больше печатать нечего есть еще кое-что еще есть целая группа писателей которые находятся на западе и до которой очередь не дошла никого еще не напечатали ни меня ни Аксенова ни Владимова не говоря уже о Солженицыне издали только умерших писателей Булгакова Платонова а о том чтобы издать нас даже и речи не было Битов понял что это камень в его огород поднялся и стал бурчать что нельзя бороться с тоталитаризмом тоталитарными методами на что я ему сказал что с тоталитаризмом только тоталитарными методами и можно бороться потому что других он не понимает но мое выступление тут ни при чем оно не является фактом борьбы с тоталитаризмом и не тоталитарно само по себе некоторые немцы тоже были мной недовольны что я таких уважаемых гостей ставлю в неловкое положение. Они совсем не могли понять, в чем дело. Сижу в Мюнхене, заседаю в академии. Чего еще нужно? Если мои соотечественники не понимают, чего я хочу, то немцам и вовсе непонятно. Им кажутся неуместными мои претензии. К российским делам тоже могу и считаю себя в праве быть причастным. Двухголовые дети. Приставкина я пригласил к себе домой, и у нас за водкой с пельменями, купленными в русском магазине, состоялся разговор, который передаю почти дословно. «Обожаю пельмени», — сказал Толя. «Хотя мне это совершенно не нужно». Разжирел. Врач говорит, «Нужно держать диету и самую строгую. Я не могу. Люблю пожрать, и ничего не поделаешь. А здесь бы я вообще помер. У вас тут такие колбасы, такие сыры. Ты уж, конечно, не вернешься». Вывел он свой вопрос прямо из гастрономии. Я занервничал. Эта песнь о несъеденной колбасе мне изрядно уже надоела. И я попытался объяснить Анатолию, что в моем теле, кроме желудка, входа в него и выхода, размещены еще всякие органы и железы, которые вырабатывают мысли, желания, сомнения, радости, печали, любовь к ближнему, детям, животным, природе и родине. И надежду на то, что я обязательно вернусь на свою родину. Буду там жить, писать, печататься, любоваться березками и топить печку березовыми дровами. А поскольку ты, — сказал я ему, — такой влиятельный сейчас человек, вот и поспособствуй тому, чтобы это случилось. Чему поспособствовать, спросил он? — Моему возвращению. Но ты же не хочешь? — Кто тебе это сказал? — Ты. — Я тебе этого не говорил. — Старик, — сказал он, кладя на тарелку недожеванный пельмень. — Ты только что сказал, что ты отсюда не уедешь, потому что здесь такая колбаса, такие сыры. Я пытался говорить с ним медленно и рассудительно, как с душевно больным. — Слушай, про колбасу говорил ты, а не я. Я сказал что-то прямо противоположное. Я сказал, что хочу вернуться. — А зачем? — Зачем? — никак он не мог понять. — Ты там жить все равно не сможешь. Ты можешь обижаться, когда говорят про колбасу. Но я тебе скажу, это правда человеку, привыкшему к здешней пище. Я не привык, — перебил я его. — Я не ем колбасу. Мое любимое блюдо — картошка с постным маслом и с луком. — Где ты ее возьмешь? — сказал он и в волне не укусил салфетку. Картошки на рынке нет. А в магазинах только гнилая. Капуста отравлена пестицидами, морковь — гербицидами, помидоры — нитратами. А постного масла днем с огнем не сыщешь. В магазинах пусто. Негде купить штаны. Запчастей для машины не найдешь. Сковородку я везу отсюда. Электролампочки не достанешь. Телевизоры горят. Мясо тухлое. В больницах больных заражают спидом. Дети в Чернобыле рождаются с двумя головами. Я пытался ему возразить. Не пугай. Некоторые одноголовые еще как-то живут. И голода, слава богу, нет. Есть, есть голод, — закричал он. Жрать совершенно нечего. Тогда я, не удержавшись, съехидил. А как ты борешься с лишним весом? Он не уловил ехидство в моем вопросе и чуть не заплакал, говоря, что с лишним весом никак не борется, потому что в диетических магазинах так же пусто, как во всех других. Но под конец забыв все предыдущее, пообещал. Если когда-нибудь приедешь, можешь рассчитывать на пельмени, не хуже этих. Наивно думать, что попрошу. Меня познакомили. И он был у меня в гостях. Известный в те годы экономист, профессор, академик и депутат Николай Шмелев. Я знал, что он считается одним из ведущих перестройщиков, близким к Горбачеву. Способствовал продвижению и принятию новых прогрессивных законов. Выпили, перешли на «ты». Я и к нему приступил со своим вопросом насчет гражданства. Он сказал, никаких проблем. Напиши письмо Горбачеву. Скажи, что хотел бы вернуться, способствовать перестройке. Что никаких материальных претензий нет. Я разозлился. Ты меня не понял, сказал я. У меня материальные претензии есть. У меня к советской власти вообще много претензий. И первое состоит в том, что гражданство должно быть мне возвращено не в порядке оказания милости, а как принадлежащее мне, по бесспорному праву, без всяких слезных прошений. Ну как же, как же, пытался он не упустить формальную сторону дела. Для того, чтобы дать гражданство, нужно какое-то основание? Не дать, а вернуть, поправил я. Разве тебе, образованному человеку и демократу, непонятно, что лишение честного человека гражданства есть преступления. Пока брежневские, андроповские и черненковские указы о лишении людей гражданства не отменены, преступление продолжается, я с тобой согласен, сказал. Но все-таки, если ты хочешь получить гражданство, надо написать заявление. Нет, заявление писать не буду. Я не писал заявление, чтобы меня лишили гражданства, и не буду писать, чтобы мне его возвратили. Но если думаешь, что тебе вернут гражданство без твоей просьбы, это наивно. Тогда наивно думать, сказал я, что я попрошу. Прошло еще какое-то время. Наверное, в девяностом году меня пригласили на конгресс международного пен-клуба в Дублин. Туда приехала делегация советского пен-центра во главе с Битовым и его заместителями, двумя Олегами, Чухонцевым и Хлебниковым. Здесь Битов меня удивил еще и своей деловой хваткой. Члены делегации прилетели первым классом аэрофлота, купив билеты примерно по тысяче рублей, а от устроителей конгресса Битов потребовал возмещения расходов на полет в первом классе в ценах для жителей Запада, то есть, кажется, по две с половиной тысячи долларов. Как президент Международной Советской Организации он и на родине успел удачно улучшить свое положение, получил дачу, построил новую квартиру, оставив за собой старую и вообще проявлял незаурядную ловкость в использовании своего положения. В Дублине мы поначалу общались мирно. Он даже сказал где-то вступительное слово, предваряя мое выступление. Улучив момент, я вспомнил о нашем конфликте в Мюнхене и спросил его, а почему он все-таки не мог тогда выступить как-то в защиту своих изгнанных из страны товарищей. Тогда это было еще опасно, ответил он, чем еще раз меня удивил. Я был уверен, что выступать не слишком горячо было уже совсем не опасно. И многие, например, Марк Захаров и упомянутый мною выше Николай Петров, в этом духе уже выступали. Поэтому осторожность Битова была чрезмерной, граничила с трусостью и свидетельствовала о полном равнодушии к судьбам своих бывших товарищей. Отдельно с ним я уже не общался. Но Чухонцеву при случае сказал, Рыбаков объявлял, что пен-клуб организован для всех русских писателей, где бы они ни жили. Почему же вы не приглашаете тех, кто находится в эмиграции? Например, почему бы вам не пригласить меня? — Ну ты же член французского пен-клуба, — недоуменно произнес он. — А тебе кажется это естественным, — спросил я его, — что я член французского пен-клуба, а не российского. Тем более, что к Франции я никакого отношения не имею. Чухонцев сказал об этом разговоре Битову. Спустя какое-то время тот позвонил в Мюнхен, но почему-то не мне, а Ире, и долго с ней говорил. — Если Володя хочет, то, конечно, мы это рассмотрим, — пообещал он ей. — У нас есть устав и определенный порядок. Надо написать заявление и представить две рекомендации. Я предупредил Иру. Если он позвонит еще раз, скажи ему, что я ни в каких рекомендациях не нуждаюсь. Сам Битов вступил в пен-клуб без рекомендаций, и мне тоже они не нужны. Я заслужил право быть приглашенным без всяких условий. В советские годы я занимался правозащитной деятельностью и подвергался преследованию, которое этих людей обошло. В 1975 году я пытался создать отделение пен-клуба в Москве и говорил об этом с Сахаровым, о чем Андропов докладывал на политбюро ЦК КПСС. Эти попытки были одной, но не единственной из причин преследования меня, и мое право быть принятым в российский пен-клуб без всяких формальностей было бесспорным. Битов еще раз звонил и опять в мое отсутствие убеждал Иру, что мне надо написать заявление. Я этого делать не собирался и говорил так, чтобы дошло до Битова, что, наверное, ему хочется наложить на моей просьбе свою резолюцию, но ему это вряд ли удастся, потому что просьбы не будет. Точно так же, как просьба вернуть мне гражданство. Гражданство я, в конце концов, получил и стал жить в основном в Москве. Проводил в ней не меньше времени, чем тот же Битов, хотя все еще воспринимался наезжающим изредка эмигрантом. В Москве люди время от времени приносили мне на подпись коллективные письма в защиту кого-то или с какими-то инициативами. Некоторые из них начинались словами «Мы, члены пен-клуба, протестуем против, я отказывался их подписывать, не будучи членом этой организации. Вы не член пен-клуба», — удивлялись посланцы и уходили ни с чем. Битов через некоторое время стал чувствовать глупость своей позиции, но пытался настоять на своем. Прислал ко мне парламентером «Беллу». Она под братья душевной, чтобы не конфликтовали люди, которые ей оба дороги. «Володя», — спросила она. «А в чем дело? Почему ты не член пена?» «Я тебе дам рекомендацию». «Белла», — спросил я ее. «А тебе кто-нибудь давал рекомендацию?» «Нет, никто не давал». Вот и я хочу, чтобы мне тоже никто не давал. Прошло еще время. Позвонил Митхат Шилов, бывший на телевидении, каким-то начальником. Пригласил к участию в круглом столе членов пен-центра. Я объясняю, что не являюсь членом этой организации. Этого не может быть, не поверил Шилов. «Ладно, мы выясним». На другой или на третий день мне звонит человек по фамилии Стабников, который не был членом пен-клуба, но занимал в этой организации какую-то административную должность и, как говорили впоследствии, сильно проворовался. «Владимир Николаевич», — говорит он, «Андрей Георгиевич Битов сейчас вышел и не может вам позвонить, но он просил передать, что вы приняты в члены пен-клуба». «Хорошо», — сказал я, и в ожидании моего «спасибо» наступило молчание. Владимир Николаевич прервал Стабников долгую паузу. «Вас приняли без заявления и без характеристик. Очень хорошо, — сказал я, — что приняли без заявления и без характеристик. Вы их от меня все равно не дождались бы». Опять была пауза. Стабников, подумав, решил побудить меня к благодарственному слову и объяснил смысл происшедшего события. «Я вам хочу сказать, что вы попали в хорошую компанию. Чтобы поставить его на место, я предложил ему ответное толкование. А я вам хочу сказать, что ваш пен-клуб попал в хорошую компанию со мной и положил трубку». После этого был упомянутый мной круглый стол. Я пришел туда с письмом Андропова, приложение номер пять, о том, что я, такой негодяй, хотел организовать пен-клуб в Советском Союзе. У меня была ксерокопия письма Андропова, напечатанного на машинке, но первую страницу из трех я потерял и распечатал ее с компьютера. На этом заседании я сказал, и это явилось сюрпризом для Битова, что нахожусь здесь, поскольку был первым, кто хотел организовать пен-клуб в Советском Союзе, и показал телеоператору копию. Битов увидел первую страницу и ехидно, с большой надеждой, что ловит меня на подделке, спросил, а что, тогда уже были компьютеры? Нет, компьютеров не было, согласился я. Я потерял первую страницу, а вот другие страницы машинописные, и показал письмо целиком. Так я стал членом пен-клуба и тут же усомнился, что мне это нужно. Я участвовал в одном единственном заседании. Сидел рядом с драматургом Розовым, который прошипел мне что-то злобное. Он, как и Рыбаков, не мог простить мне собственной подлости. Я слушал речи, посвященные перевыборам Битова на следующий срок, и вдруг понял, что мне это совершенно неинтересно. Большинство членов этой, по идее, правозащитной организации, как я понял, вступили в нее, имея в виду прежде всего распределяемые там материальные блага. Распределение это коснулось только очень узкого круга лиц. Но не вошедшие в круг удовлетворяются отдельными заграничными поездками и тем, что пен-клубовские девочки оформляют им визы и покупают билеты. Один раз воспользовался такой привилегией и я. Тогда ездил в Китай. Насколько мне известно, правозащитной деятельностью в пен-клубе занимался только покойный Александр Ткаченко. Про других не знаю, но не могу себе представить, что Битов способен вступиться за чьи-нибудь права хотя бы с малейшим риском для собственного благополучия. Тем более, что в нашей стране реальная правозащитная деятельность, а невидимость ее без такого риска невозможно. Причем раньше правозащитники, как правило, рисковали своей свободой, а теперь головой.